Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, друзья. Сегодня мы начинаем работу круглого стола, названием цементно-бетонно-минерально-вяжущие новые возможности и перспективы. В первую очередь, хотелось бы отметить, что потребителям автомобильных дорог предъявляются более высокие требования к экспансионному состоянию автомобилей дорог и, как следствие, к совершенствованию методов проектирования и строительства проектирования автомобильных дорог. Сегодня дорожные одежды работают сурово, будем говорить, условно. Постоянно увеличивается интенсивность движения транспортных средств, накапливаются остаточные деформации за короткий период времени, происходит износ покрытий, появляются в короткие сроки повреждения, различные виды повреждения автомобильных дорог. Поэтому сегодня, как никогда, необходимо применять материалы, конструкции, которые способны воспринимать тяжелые транспортные нагрузки, продлевать сроки службы дорожных одежд. Мы сегодня на этом форуме уже неоднократно слышали, что дорожникам выделяются значительные материальные финансовые ресурсы. Это, конечно, сумма приличная, я бы так сказал, 12 триллионов рублей, которые не только нужно освоить, но и построить качественные, безопасные дороги с высоким сроком службы. Вот это самое главное. Потому что, построив эти дороги, если они будут низкого срока службы, то потребуется значительная эксплуатационная затрата. Как показывает отечественный и мировой опыт, одним из таких эффективных материалов для продления срока службы, для восприятия тяжелых транспортных нагрузок, конечно, является цементобетон и материалы, обработанные минеральными вяжущими. И сегодня появляется уникальная возможность эффективно использовать эти материалы в дорожном строительстве. И нужно сказать, что использовать эти материалы возможно не только при строительстве магистральных дорог, скоростных дорог, федеральной сети дорог, но и даже при строительстве, при реконструкции региональной сети дорог. Одним из примеров является наша Калининградская область, наш западный форпост, где сегодня активно применяется при реконструкции региональной сети дорог, цементобетонное покрытие, укрепление грунтов. И вот прежде чем заслушать доклады, я хотел бы продемонстрировать небольшой ролик как раз применения цементобетона и минеральных вяжущих при реконструкции региональной сети дорог Калининградской области. Пожалуйста. Калининградская область Ресурсы, бетоноукладочные комплексы, которые позволили реализовать этот проект. Были разобраны старые бетонные покрытия, заменена конструкция дорожной одежды, новое основание было выполнено и устроено на дорогах четвертой категории цементобетонное покрытие толщиной всего 18 см. За счет применения полимерной фибры, которая в значительной степени увеличивает прочность на растяжение при изгибе, повышает износостойкость бетона. Строительство таких дорог позволит нам долгие годы эксплуатировать эти дороги со сроком службы 50 и более лет. Компания «Вергенка» как член Ассоциации бетонных дорог принимает активное участие в проектах, реализуемых компанией «Возрождение» на территории Калининградской области. На практике успешно реализуются такие инновационные технологии, как ремонт автомобильных дорог методом холодного ресайклинга и строительство дорог с цементобетонными покрытиями. Успешно реализованные проекты являются очень хорошим примером внедрения и реализации инновационных технологий на практике, что может являться примером для других регионов. Компания «Возрождение» встречалась, когда мы проверяли ход работы по сути новой дороги на Сосновке, бетонные дороги, тоже определенное новшество для региона. Хорошая, качественная работа, и, собственно, коллеги разместили здесь свое собственное производство даже для обеспечения строительства такого рода дорог. Качественная работа, что это будет держаться долго, и мы сможем получить такой хороший долгосрочный эффект. В рамках реализации программы «Безопасные и качественные дороги», а также специальной программы Калининградской области по применению новых технологий в дорожном строительстве под контролем губернатора Калининградской области Алиханова Антона Андреевича, Нашей компанией было реализовано два проекта по строительству бетонных дорог с применением фибробетона. А также мы применили современный способ покрытия, так называемый мытый бетон, который позволяет существенно улучшить сцепление, уменьшить шумность, а также придать дороге естественный вид. Спасибо. Уважаемые коллеги, традиционно на круглом столе, с тем, чтобы приступить к рассмотрению данных вопросов, конечно, вступить на слово хотелось бы дать нашим уважаемым гостям. Приглашается Гошовец Сергей Валерьевич, начальник управления научно-технических исследований, информационных технологий и хозяйственной деятельности Федерального дорожного агентства. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, рад приветствовать на сегодняшней конференции от лица Федерального дорожного агентства. Это вторая часть сегодняшнего нашего обсуждения. Первая часть была посвящена строительному контролю, безопасности дорожного движения. Эта конференция, эта часть, она посвящена долговечности автомобильных дорог, применению цементобетона, минеральных вяжущих при строительстве автомобильных дорог. Для Федерального дорожного агентства инновационный вектор развития определен нашей стратегией. Стратегия инновационного развития в области дорожного хозяйства до 2025 года. В стратегии отражены исследования и в области цементобетона. Это совершенствование и оптимизация нормируемых характеристик и методов контроля испытаний цементобетона, повышение долговечности конструкции, применение минеральных вяжущих. Что стоит у нас в планах? В планах НИОКР запланирован, в этом году будет размещена конкурсная документация и масштабное обновление, исследование с разработкой документа ПНСТ, проектирование жестких дорожных одежд. Я уверен, что сегодня на нашей площадке дискуссионной собрались специалисты дорожной отрасли, представители науки, ведомств, крупных отраслевых объединений. И уверен, что ваш колоссальный багаж, опыт, компетенции позволят сегодня плодотворно поработать, выработать конструктивные решения. Уважаемые участники, уважаемые спикеры, желаю вам плодотворной работы. Спасибо. Как раз мы показали фильм о реконструкции региональной сети дорог. В связи с этим, конечно, хотелось бы попросить приветственным словом выступить Старыгина Игоря Ивановича, генерального директора Ассоциации «Радор» и руководителя общественной палаты при Федеральном дорожном агентстве. Пожалуйста, общественного совета. Совета, прошу прощения. Добрый день, уважаемые коллеги. От имени Ассоциации территориальных органов управления автомобильными дорогами рад приветствовать участников «Круглого стола». Задачи перед регионами чётко обозначены, поставлены в рамках национального проекта «Безопасная качественная дорога», входящего в его состав федерального проекта региональная и местная дорожная сеть, расписаны и финансовые ресурсы, и то, к чему мы должны, к какому состоянию на региональных дорогах должны прийти через несколько лет. Игорь Евгеньевич Левитин, помощник президента Российской Федерации, вчера в рамках конференции «Росавтодора» тоже напомнил, что если несколько лет назад мы с вами говорили о необходимости увеличения финансовых ресурсов, то сегодня немножко меняются подходы, и нужно говорить уже о новом качестве автомобильных дорог. На самом деле финансовое вливание в отрасль последние годы увеличивались. Сегодня мы говорим о максимальных объёмах финансирования в новейшей истории, и по линии региональных бюджетов, и по линии финансовой помощи из федерального бюджета. По 16-17 тысяч километров автомобильных дорог ежегодно ремонтируются. Если ещё несколько лет назад мы говорили про фактические расчётные межремонтные сроки, которые там превышали 100 лет, то сегодня эти цифры уменьшились в несколько раз. Вот по итогам прошлого года расчётный межремонтный срок составил 28. Но и то вы понимаете, что построить и отремонтировать дорогу и не подходить к ней в течение такого периода времени, это ещё мечты, чтобы она оставалась в нормальном, хорошем состоянии. Поэтому, конечно, для нас, для регионов важны новые подходы, новые технологии, которые бы увеличивали сроки службы дорожных одеж. Тем более, что и в рамках национального проекта те новые показатели по приведению в нормативное состояние опорности автомобильных дорог, которые сегодня формируются в Российской Федерации, в которые входят не только федеральные дороги, но и часть региональных. Это задачи, требующие новых подходов, новых технологий, новых решений. Тот фильм, который был показан в начале, замечательно, что и в наших регионах есть на что посмотреть, обменяться передовым опытом. Поэтому, Виктор Васильевич, хочется пожелать и участникам конференции, и вашей ассоциации, чтобы таких примеров было как можно больше, и для того, чтобы вот эти вот решения продвигались в жизни более так понятно, не только с технической точки зрения, но и для органов управления, для людей в регионах, принимающих решения, конечно, нужно давать и показывать им технико-экономическое сравнение вариантов конструкции дорожных одеж. То есть это должно быть обязательно, показывать расчеты, и не единовременные, только там на стадии, например, создания, строительства, реконструкции дороги, капитального ремонта, но и с учетом жизненного цикла автомобильных дорог. Ну а мы вместе с вами в рамках заключенного соглашения дальше будем тиражировать передовой опыт. Удачи и успехов всем в рамках работы круглого стола. Спасибо, Игорь Иванович, спасибо. Прошлите слово предоставить Илену Сергею Владимировичу, заместителю директора департамента проектирования, технической политики и инновационных технологий государственной компании «Автодор». Спасибо. Добрый день, уважаемый Виктор Васильевич, коллеги. С чего хотелось начать, что понятно, что цементобетонные покрытия, минеральные вяжущие – это наш, наверное, тот набор технологий, которые мы широко применяем сейчас и на наших, и на мною проектированных объектах. Хотел бы остановиться на пяти вот таких вопросов, технологических, специфических, которые что достигли и какие вопросы есть. Первое. Много обсуждалось вопросов ремонтов дорог цементобетонных. Мы сегодня уже, госкомпания, подтвердили и нашли ту технологию, которая обеспечит нам межремонтный период по верхнему слою покрытия цементобетона 4-5 лет. Это наша головная дорога, М4 тонн, 80 тысяч интенсивности, где мы резервовали 3,5 сантиметра, вложили столько же асфальтобетона, щема, по мембранной технологии. И все работает прекрасно при таких высоких нагрузках. Поэтому вот этот вопрос, мне кажется, в этом направлении уже снят, и можно уже эту технологию применять и проектировать цементобетон. Значит, вчера, большое спасибо, мы выехали на объект Новосибирска, спасибо Новосибирску Автодору, где идет новое строительство вот такой цементобетонной дороги по федеральному проекту. Что мы там, вот выезжали с командой специалистов, которые имеют и зарубежный опыт, да, вот это очень здорово. На самом деле, даже там мы обнаружили несколько аспектов, которые требуют внимательного рассмотрения и проектирования. Та же самая разделка швов, да, которую там, на наш взгляд, можно было сделать по-другому. То же самое торцы фасок, вот этих деформационных швов, отсутствие арматуры, да, сказать, вот таких, которые, так сказать, улучшают изгибающие характеристики цементобетонных покрытий. Да, и, честно говоря, все это дело впечатлило. Чему это говорю? Что на самом деле надо экспериментировать, и вот тот зарубежный опыт как можно максимально перекладывать, даже вот в рамках новой стройки. Это не требует какой-то специфики там, да, и пересогласования огромных технических решений. Значит, теперь, что мы проектируем под цементобетону, потому что действительно надо это развивать. Значит, в рамках нового проектирования на участке Казань-Екатеринбург, значит, уже сейчас решение принято, что цементобетон будем там строить. Пока вот заложено у нас в решении 20 километров. Ну, и это тоже опыт серьезный. Почему, скажу, что показало при проектировании, что, во-первых, прекрасная современная нормативная база, да, типовые решения, ну, великолепно помогают нам назначать технические решения, да, без какого-то обсуждения можно, не можно, нужно, не нужно. Великолепная база там по подбору составов, по новым нормативам. То есть здесь всех вопросов нет. С чем столкнулись с проектировщиками? Ну, честно говоря, они уже забывают и забыли, да, как это правильно проектировать, да. И в чем это выражается? Выяснили, подключив вот и ассоциацию бетонных дорог, что в сметном расчете не учли целый набор там и материалов, и технологических приемов и решений, да. То есть если на начальном пути это было в два раза дешевле асфальтобетонной нежесткодорожной одежды, то с учетом этих решений, да, мы увидели, что все-таки вот цена все равно дешевле, но уже порядка на 30%. Поэтому крайне важно, надо все равно дороги цементобетонной строить, что это и опыт, да, и это наша, как бы, наша долговечность. Теперь четвертый аспект по укреплению оснований, понятно, так сказать, холодный ресайклинг уже массово, массово применяется, и объекты госкомпании. Какой здесь на самом деле центральный вопрос, вот мы видим, да, это вот именно в части расчетных характеристик. Приведу примеры. Вот сейчас проектируем ремонты капитальные с асфальта, гранулой, бетоном. Ну что, мы имеем характеристики от 900 мегапаскалей до этого конструктивного слоя до 2800. Представляете? А это напрямую влияет на толщину всего пирога. То есть какое угодно можно применить, можно ухудшить, можно улучшить. Поэтому эту историю надо обязательно отрабатывать. И вот на всех примерах и на региональной сети эти все модули, пока это ПНСТ-542, пока это предварительный стандарт, мы должны вот историю асфальта, гранулы, бетонов туда внести вот такой объективной и точной постановкой задачи. Что касается укрепления грунтов и стабилизации грунтов рабочего слоя земполотна, та же самая история, но здесь, наверное, в большей степени уже вопросы конструирования. Сейчас толщина укрепления минимальная 30 сантиметров, стабилизации полметра. Да, наверное, это хорошо, но может быть не всегда это применимо. И в качестве примера немецкий норматив – 18 сантиметров. Вот 18 сантиметров. И вот такие толщины, они к чему приводят? В том, что, по сути говоря, нам стабилизировать, укреплять очень дорого, нам проще привезти материал, заменить, отсыпать новое земполотно. Это будет дешевле. Поэтому вот эти вопросы должны сейчас стоять на первом месте, чтобы мы все эти расчетные характеристики все-таки расчетные, конструкционные уточнили. Да, это серьезная экономика и продвижение бизнеса по производству и внедрению цемента, минеральных вяжущих. Что касается новых технологий, тоже вот две технологии, которые сейчас у нас из жизни. То же самое асфальтогранулобетон. Прямое применение минеральных вяжущих, да, прямое применение, оно заставляет нас по нормативу сверху укладывать такой же слой асфальтобетона равной толщины. Это все экономика. Да, есть какая-то, так сказать, подвижка, комплексная вяжущая, у нас сейчас пока эта эмульсия, да, с цементом, позволяет нам эту толщину снизить. Но мы все ждем, мне кажется, тоже, так сказать, сторона для исследований о том, чтобы это были медленно твердеющие комплексные вяжущие, да, там, цемент плюс зола, да. Да, и это все нам позволит, соответственно, снизить конструктив и технологию активно реализовывать. Все, вот зона применения минеральных вяжущих расширяется. Вторая история тоже сейчас всплыла, это отходы. Ну, первый отход – это переработанный бетон. Здесь более-менее просто, да, там все это дело как бы можно применять. Пока тормозится, да, даже с укрепления пока мало применяется, не хотят возиться. А вторая история сейчас тоже всплыла – это применение кирпичного щебня, да, очень много отходов и в рамках московского, там, сказать, строительства, и в рамках других регионов. Вскрыли весь спектр нормативов, оказывается, применить только в тротуаре все. То есть невозможно. Среди сделали зарубежные нормативные базы, Китай, да, Европа. Материал применяется, минеральный щебень, крошка из этого щебня, да, который, кстати, обладает определенной активностью, да, как и зола, да. То есть они совершенно спокойно в укреплении с цементом, да, в укреплении с цементом, ну, и с добавлением щебня природного, там, или щебня из бетона, активно применяют это в слоях основания для дорог. Даже той третьей-четвертой категории, даже массовое применение. То есть дешево, да, надо поработать, но применимо. Ну, и как скелетная добавка для стабилизации грунта тоже применимо. В этом направлении какие-то исследования пока стоят абсолютно на нуле, и нужно экспериментировать и предлагать, особенно для регионов. Ну, и пятый аспект я хотел подсветить, это именно техника, сейчас мы понимаем, что все-таки и задача руководства производить российскую технику, да, у нас пока есть там и ресайклеры, там и установки, так сказать, зарубежного производства укладчики, да, и катки, но все-таки нам необходимо развивать и российское производство. И что я хотел сказать, вот у нас сейчас у дорожно-строительной, у дорожной техники есть и все финансы, все возможности, они просто ждут задач, что необходимо им сделать. Поэтому я вот и призываю и ассоциацию, и ФКУ, да, вот все-таки вот эти задачи ставить, и поверьте, оборудование самого высокого производства сейчас идет. И вот прям буквально сегодня мне прислали, резцы для фрез уже и в России начали производить. Не знаю, сказать, знаем мы, не знаем, как это все, где это купить, но вот такая история уже отработана, это классно вообще, да. А для цементобетона фрезерования, там этих резцов нужно в три раза больше. Те же самые там по асфальтобетонам, здесь тоже коллеги присутствуют, там кохеры российские разработали, да. Сейчас мини-оборудование, которое, я могу сказать, вот разрабатывать, готово разрабатывать массово, даже денег не нужно, просто ставьте задачу. Поэтому я вот призываю все-таки наших всех и подрядчиков, и заказчиков ориентироваться уже как бы и ставить задачи перед российской промышленностью. Поэтому спасибо большое за вот такой вот круглый стол. У нас он идет, по сути, на каждой конференции, но, к сожалению, пока вот, как бы, может быть, хочется более активно все эти вещи внедрять. Ну и вот ряд задач, я проблемных поставил, считаю, что мы обязательно найдем их решение. И объекты госкомпании, они вот, наверное, как пример к реализации, он всегда готов. Спасибо большое. Спасибо за доброе пожелание, Сергей Владимирович. Так, ну что, начнем рассматривать доклады, и традиционно хотя бы два вопроса докладчикам можно будет, безусловно, задать. Пожалуйста, презентацию. Мне хотелось бы вот свое сообщение как раз посвятить несколько историй создания, будем говорить, цементобетонных дорог, и почему все-таки прекратились строительства в свое время цементобетонных покрытий, автомобильных дорог, и почему сегодня появляются новые возможности и перспективы именно строить цементобетонное покрытие основания. Ну, в первую очередь, как мы прекрасно понимаем, нагрузки, я уже отметил, возрастают из года в год. Вот, по нашим данным, за последние 10 лет на 15 миллионов увеличилось количество транспортных средств на 15 миллионов. За последние 20 лет в составе транспортных потоков с 5-6% увеличилось тяжеловесных грузовиков до 11-12%. Ну, и, наконец, за последние 30 лет нагрузка на дорожную одежду возросла в 4 раза. Вот это, будем говорить, статистические данные говорят о том, что не учитывать при проектировании, строительстве, эксплуатации эти изменения, конечно, нельзя. Не могут конструкции дорожных одежд оставаться, которые мы строили даже 20 лет назад. Соответственно, у нас в последнее время особенно появляются те пластические деформации, которые нам не были веданы даже в 2000-х годах. Мы удивлялись, где-то там в Западной Европе колея какая-то. У нас не было проблем с ней. Сейчас у нас она есть в полной мере, потому что у нас количество большегрузов значительно увеличится, о чем я уже сказал. Безусловно, это требует повышения несущей способности, потому что низконесущая способность не позволяет нам пропускать тяжеловесные транспортные грузы. Мы сегодня слышим о том, что да, в связи со сложившейся ситуацией мы разрешили перевозить большегрузами без всякого уведомления. И дорожники, как говорится, берутся за голову, потому что идет разрушение массового дорожных одежды. Значит, надо задуматься о том, что в перспективе надо строить нам нормальные дороги. У нас есть определенные ограничения в весенний период транспортных средств. Не секрет, что у нас есть ограничения в жаркий период года. Я представляю, вот несколько лет назад в Москве, допустим, наступила 42 градусная жара, и все в дневное время года по всем дорогам было запрещено. Есть приказ Минтранса, температура более 32-х, прекратить движение транспортных средств. Что, это хорошо? Да не очень, особенно сегодня у нас. Поэтому, безусловно, вот низкая несущая способность дорожных одежд с низкими сроками службы, конечно, вызывает необходимость приводить сеть дорог, постоянно приводить в эксплуатационное состояние. И значительное средство нам необходимо тратить не на создание новой сети автомобильных дорог, а на поддержание существующей сети дорог. Не секрет, что через несколько лет нам необходимо восстанавливать эти дороги. Поэтому, безусловно, одно из эффективных направлений это строительство цементобетонных покрытий, основания автомобильных дорог, укрепление грунтов. Говоря об истории, да, строились бетонные дороги в России, уважаемые коллеги. И начали они строиться, почему? Потому что стали создаваться соответствующие бетоноукладочные комплексы на рельсовом ходу. Вот это небольшая история. В 1950 году это были комплекты, первые комплекты, когда началось в Советском Союзе строительство бетонных покрытий. Это Д-181, Д-182, Д-198. Потом более совершенные бетоноукладочные комплексы на рельсовом ходу Д-345, Д-75, Д-376. В 1970 году более совершенные, совершенствовалось. Это все комплекты машин, которые выпускала отечественная промышленность. Ну и, наконец, в 1970 году, будем говорить, у нас началось массовое строительство цементобетонных покрытий. Когда Советский Союз закупил американские автогрейдеры, это впервые такая технология у нас в Советском Союзе была внедрена. Вскользящие опалубки, скоростное строительство по тысячу метров в смену. И на базе вот как раз автогрейда Брянский машиностроительный завод стал выпускать отечественные такие укладчики, как Д-101 и Д-110. И вот тогда началось массовое строительство цементобетонных покрытий автомобильных дорог. Именно в то время были построены основные магистрали. Москва-Волгоград, Омск-Новосибирск, Екатеринбург-Черябинск, Екатеринбург-Сироп, Пкат-Серху-Кахтула, Пкат-Кашир и многие другие дороги. Общая протяженность цементобетонных покрытий составляла более 10 тысяч километров. И во всех союзных республиках строились. И в Белоруссии было массовое строительство бетонных дорог. Поэтому, в принципе, как говорится, бетонные дороги были построены, обладали высокой несущей способностью, но и возникли определенные проблемы. То есть шелушение поверхности покрытия, разрушение в температурных швах, появились температурные трещины. И это было связано с определенными обстоятельствами, я бы так сказал. Во-первых, отсутствовал качественный цемент. Дефицит был цемента в те годы. Поэтому требования к цементу, они не были обозначены для строительства цементобетонных покрытий. Нормативных документов даже не было. То есть были просто бездобавочные цементы, чтобы применяли. Дефицит был. Поэтому в связи со скоростным строительством применяли самые разнообразные цементы. Не было пластифицирующих, воздуховлекающих добавок. Получали бетоны низкой прочности. Герметизация швов осуществлялась простым разогревом битума. Нарезка швов осуществлялась в свежеуложенном бетоне. То есть соответствующие технологии отсутствовали. Но даже при той технологии многие дороги, если кто ездил когда-то через 30-40 лет, они еще находились в эксплуатации и до сих пор перекрываются. А есть дороги, которые сохранились и 50 лет. Это при той несовершенной технологии. При том низком качестве строительства. Но беда для цементобетонных дорог наступила в 80-м году. Когда построили одну из трасс в Москве, правительственных трасс из бетона, по которой поехали члены Политбюро. И началось шелушение поверхности покрытия. Разрушение в швах. Ну вот члены Политбюро стали ездить. И приняли решение, что в России не могут строить качественных бетонных дорог, как за рубежом. И фактически прекратили. Была команда прекратить строительство бетонных дорог. И с этого момента в проектах не было заложено. Фактически никакого бетонных дорог. Прекратились научные исследования в этом направлении. Нормативная база была заморожена в течение 30 лет. Соответственно, подрядные организации распущены. Машиностроение, нет спроса, прекратил выпускать. Сегодня у нас ни одного, по-моему, бетонно-укладочного комплекса не выпускается. Все, что мы имеем, это зарубежные Гамака, Вирген, Масензес и так далее. Прошло 40 лет. Что изменилось? Все изменилось. Первая очередь, я бы сказал, прошла глобальная реконструкция цементных заводов. Сегодня у нас профицит цемента. Вы же слышите, что цемента очень много. Качественного цемента. И он прекрасно наши цементные заводы выпускает. Разработаны новые технологии строительства цементобетонных покрытий. Полностью автоматизация и механизация укладки, уплотнения, ухода за бетоном. Нарезка осуществляется в затвердевшем бетоне, нарезчике швов. Герметизация высококачественными герметиками, которые позволяют служить 5-7 лет. Бетонно-укладочные комплексы можем укладывать и однослойные, и двуслойные цементобетонные покрытия. То есть принципиально изменилась технология строительства. Передвижные бетонно-смесительные установки высоко автоматизированы. Подача материалов автоматизирована. Управление приготовлением бетонных смесей. Стали разрабатываться и нормативные документы. Вот у нас сегодня будут доклады. И мне хотелось бы сказать, что сегодня все-таки основным, наиболее дорогостоящим элементом автомобильной дороги является дорожная одежда. И вот мы занимались сравнением вариантов и смотрели, какие же конструкции дорожных одежда применяются на нашей магистрали М12, строящейся. Представьте, на Казани-Екатеринбург толщина асфальтобетонных слоев по 542-му постановлению 32 сантиметра полимерно-бетонных вяжущих. Общая толщина дорожной одежды более полутора метров. Ну это понятно, что у нас с вами увеличились сроки службы в два раза с 12 до 24 лет. Нагрузки достаточно большие. И вот толщина 32 сантиметра полимерно-бетонным вяжущим. Конечно, достаточно одного слоя цементно-бетона и в основании, который может решить все вопросы. Соответственно, и укрепление грунтов минеральными вяжущими. Безусловно, сегодня можно строить бетонные основания. Ничего не мешает нам. Потому что асфальтоукладчики во многих организациях есть. Для этого, в общем-то, требуется тщательный подбор состава бетонных смесей, уплотнение вибрационными катками, которую здесь можно получать, в общем-то, качественное основание. Но придавая жесткость дорожной одежды, мы таким образом снижаем нагрузку на нижележащие слои. Тогда не накапливаются остаточные деформации. И, конечно, будет продлиться соответствующие сроки службы дорожных одежд. Говоря о стоимости строительства, сравнение сегодня показывает, что на Казани и Екатеринбург на 30% капитальные затраты, беспроведенных затрат, сегодня дешевле по сравнению с теми представленными конструкциями нежестких дорожных одежд с асфальтобетонными слоями. Сравнение других проектов, в той же Казани провели сравнение вариантов. То же самое, 25-30% сегодня цементобетон дешевле. Проблема одна. Говорят, не умеем мы пока, не освоили эту технологию. Слишком тонкая технология. Ну, по крайней мере, было бы желание. Вот в данном случае, это конкретно приведен пример по Казани и Екатеринбург, и счетная палата, проверив государственную компанию «Автодор», они в своем отчете, в общем, четко указали, что просчитав, у них тоже получается порядка 30% дешевле. И возникает вопрос, почему мы не строим даже магистральные дороги из цементобетона. Поэтому, в данном случае, как показывает отечественный мировой опыт, да, мы сегодня можем строить качественные и безопасные дороги, применяя цементобетон, как в основании, так и в покрытии дорог. Ну, говоря о том, что кто будет строить эти дороги, вы знаете, у нас была программа строительства аэропортов, аэропортов, большая программа, и целый ряд организаций, в общем-то, закупили бетоноукладочную технику, это и Дон Аэродорстрой, и Возрождение, вот тут фильм был, и Центр Дорстрой, Новосибирск Автодор, и Трансстроймеханизация, Стройсервис Омск, я думаю, представители здесь есть, и, может быть, скажут, что тоже они в Алтайском крае осваивают эти технологии. То есть, достаточно, по нашим подсчетам, где-то порядка 40 бетоноукладочных комплексов у нас сегодня есть и простаивает. Самое обидное. Стоят дорогостоящие импортные оборудования. Поэтому, конечно, в проектах нужно закладывать и сравнивать экономически, проводить обоснования жестких и нежестких дорожных одежд. У нас ни в одном нормативном документе еще нет требований сравнить именно различные типы конструкции дорожных одежд, и, конечно, это необходимо. Ну вот тут как раз нужно сказать, что общая-то тенденция, мировая тенденция, это, конечно, повышение межремонтных сроков службы автомобильных дорог. Ну, допустим, в Германии это 30 лет у нас, и во всех нормах. В Америке это более 40 лет. Мы только в 2017 году, вот вышло 658-е постановление, где мы установили 24 года. То есть с этого времени мы как бы должны строить и капитально ремонтировать с учетом срока службы 24 года. Беусловно, это правильное направление, потому что затраты на капитальный ремонт, это очень высокие затраты. Если мы их будем выполнять там через 5-7 лет, то это, конечно, значительные затраты. И в этом отношении одним из прототипов, вот, долговечной дорожной одежды, как анонсировал Сергей Владимирович Ильин, это вот автомобильная дорога М4 Дон, 52-71 километр, где были построены по три полосы в каждом направлении с цементобетона. Потом в 17-18 годах были перекрыты тонким 35 миллиметром щебеночным мастичным асфальтобетоном. Соответственно, правая полоса эксплуатируется уже вот 13 лет без всякого ремонта, без всякого ремонта. И две полосы скоростные, которые уже вот 4 года, они спокойно эксплуатируются с высокой интенсивностью движения. То есть я в завершении хочу сказать, что применение инновационных технологий, безусловно, эффективных материалов позволит нам действительно обеспечивать нормативные сроки службы, даже при резком увеличении транспортных нагрузок на автомобильные дороги. Спасибо. На этом мой доклад окончен. Готов, если есть вопросы, уважаемые коллеги, готов ответить, если есть таковые. Пожалуйста. Добрый день. Подскажите, вот вопрос такой, связанный с содержанием. То есть мы знаем, что те же искусственные сооружения сейчас содержатся противогололедными материалами без хлоридов. Есть ли такие ограничения при содержании автомобильных дорог бетонных? Да, и если есть, то, наверное, надо запланировать как-то внесение изменений в нормативку, чтобы не получилось так, что мы построим эти дороги, потом будем их содержать, а они в итоге получим эффект, о котором говорили в Советском Союзе. Спасибо. Спасибо за хороший вопрос. Всегда мы говорим о том, что нам говорят о том, что содержание цементно-бетонных покрытий значительно дороже. И когда мы начинаем рассматривать этот вопрос, да, в нормативных документах первый год, пока бетон не набрал соответствующую прочность, а он со временем набирает, идет гидротация цемента, и он постепенно-постепенно набирает прочность. Самое уязвимое место, это, конечно, поверхностный слой, где мы начинаем интенсивно использовать хлористые соли, и в результате, значит, соответственно, получается у нас шелушение. Поэтому в этом отношении, да, действительно, по нормативу надо пересматривать, безусловно, нормативные документы по зимнему содержанию цементно-бетонных покрытий. И сейчас вот мы проводим комплексную научно-исследовательскую работу МАДИ, где сравниваем различные противогололедные реагенты, которые, ну, будем говорить, в меньшей степени влияют на снижение морозостойкости цемента-бетона. И эта задача, я думаю, нами будет решена, чтобы в зимний период эффективно осуществлять содержание цементно-бетонных покрытий. В другом разницы нет содержать что цементно-бетонное, что асфальтно-бетонное покрытие. Но, применяя слои износа, вот, как я сказал, тонкие слои износа, мы решаем, в общем-то, двуединую задачу. С одной стороны, мы увеличили несущую способность дорожной одежды, и у нас комфортное движение по слоям износа, где фактически, ну, легко можно через 5-6 лет фрезеровать и восстанавливать. И, в принципе, перспективы в этом отношении, в общем-то, большие. Именно сочетание хорошего бетонного покрытия в дальнейшем переводить его, именно использовать слои износа из щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-бетонном вяжущем, приклеенным по мембранной технологии. Так, пожалуйста, Сергей Валерьевич. У меня такой вопрос. Большая просьба, Виктор Васильевич, вот, расчет сравнения конструкций дорожных одежд направить к нам в Федеральное дорожное агентство, чтобы тоже мы смогли изучить, ознакомиться, потому что, вот, есть в Федеральном дорожном агентстве другое мнение, что строительство цементно-бетонных дорог выходит дешевле. Поэтому, чтобы найти ту золотую середину, вот, то, о чем Роман Витальевич Новиков говорил в прошлом году на конференции в МАДИ, просил такой расчет. Вот, вот, повторю такую же просьбу. Второй вопрос касается эксплуатационных затрат на содержание цементно-бетонных дорог. Вот, по опыту Федерального дорожного агентства, порядка 25% такие затраты выше по цементно-бетонным дорогам. Ну, за счет чего это происходит? Происходит это за счет того, я не назвал бы это низкой ремонтопригодностью, я сказал бы, наверное, не всегда готовность подрядных организаций использовать вот те новые наработки, которые будут в том числе и сегодня обсуждаться. В частности, вот, подчеркну, Роман Витальевич Новиков сегодня мне прислал фото, он облетает дорогу после конференции, и ремонт цементно-бетонного покрытия происходит асфальтобетоном. Потому что или подрядная организация не обладает нужными компетенциями, ну, сложно, надо разбираться. Это один момент. Второй момент, безусловно, дороги цементно-бетонные, это и высокая долговечность, определенные преимущества здесь есть. Вопрос в том, что когда проектировщик выбирает ту или иную конструкцию, здесь еще нужно ориентироваться на то, на готовность подрядной организации содержать такие цементно-бетонные дороги, то есть обладать тем набором машин, механизмом. Ну, чтобы содержание цементно-бетонной дороги, для того, чтобы она служила долго, надо квалифицированно правильно заниматься деформационными швами, нужно заниматься с износом как раз отшипованной резины. Ну, вот то, что сегодня показали, где фибра используется, вот, научились бороться. Но, тем не менее, вот есть вопросы, и сегодня, конечно, очень хотелось бы ознакомиться, почитал доклады, название, это вот как раз тема по методикам ремонта цементно-бетонных дорог, будет очень интересно. Спасибо, Сергей Валерьевич. Вот, что касается сравнения вариантов, да, спасибо. Мы подготовили, и уже письмо готово. И я продолжу. То есть, первым шагом был, конечно, выпуск нормативных документов, которые устанавливают требования к материалам. Еще в 2014 году в части бетонов в прошлом году вступили в действие относительно новые стандарты, которые уже устанавливают технические требования к бетонным смесям. Повторюсь, это второй блок, который справа представлен, он полностью гармонизирован с ТРТС. Комплекс стандартов ГОСТ-Р 59, 300, 301 и 302 с 1 августа прошлого года введены в действие. Это комплекс стандартов на технические требования бетонной смеси, на методы испытаний и правила подбора составов. Сегодня ведется дальнейшая работа, и логичным шагом, то есть завершающим в этом ключе, станет разработка еще одного комплекса стандартов, который сегодня ведется. Это комплекс стандартов, который устанавливает технические требования, методы испытаний и правил производства работ к уже, скажем так, затвердевшим бетонам. То есть это логичное продолжение из бетонных смесей. Немножко остановимся на том, что же поменяется. То есть в целом подходы останутся теми же. Что будет модернизировано, скажем так? Во-первых, поделиться на основные и дополнительные требования, вообще требования ко всем показателям. Это даст возможность, соответственно, проектировщикам устанавливать какие-то требования при необходимости, либо их наоборот убирать. Также, что касаемо приемки, огромный плац, скажем так, вопросов возникает всегда в части приемки. В данном нормативе они будут разделены на приемо-заточные периодически. Периодически с ними более-менее все понятно. Это те испытания, которые проводятся при подборе состава и в дальнейшем раз в полгода, либо жестче, если того требует заказчик. И приемо-заточные. Приемо-заточные, соответственно, проводятся для каждой конструкции. Это, в первую очередь, речь идет за прошественные характеристики. То есть, каждая конструкция, каждая бетонируемая конструкция принимается отдельно. Что есть в конструкции, в понимании покрытия, либо основания автомобильной дороги? То есть, это ограниченные швами бетонирования часть слоя бетонного основания или покрытия автомобильной дороги, уложенные в течение не более одних суток, при непрерывном бетонировании из бетонной смеси одного номинального состава. То есть, сегодня впервые в нормативной документации вводятся уже конкретные требования по приемке бетонов именно в части покрытия оснований дорожных одежностей. Такого, повторюсь, в предыдущих стандартах не было, потому что они написаны очень-очень-очень, скажем так, обширно. Общая схема приемки выглядит следующим образом. То есть, конструкция делится на контрольные участки, далее на каждом из участков определяются единичные значения прочности этого контрольного участка, далее проводится некоторый алгоритм расчета, для того, чтобы учесть однородность получаемых единичных значений прочности. И, соответственно, проводится либо приемка, либо неприемка целой конструкции. По показателям прочности, повторюсь. Схематично это выглядит следующим образом. То есть, сейчас детально, наверное, углубляться туда не стоит. В целом, повторяюсь, нормативный документ детально описывает все шаги, все детали. Именно те вопросы, которые в недостаточной степени были освещены в действующей системе и даже в ГОСТе 181.05, про который мы сегодня не говорили, но оценку прочности проводят по тому стандарту. То есть, и требования тех нормативов тоже здесь учтены и приведены в реалии для дорожных, именно для дорожных бетонов. Что касаемо единичного значения, да, я считаю важным буквально пару слов об этом сказать. В целом, оставили в нормативе возможности все, все возможности, которые сегодня существуют для определения единичных значений прочности. Не углубляясь, опять-таки, в подробности, разная степень мотивации воспользоваться тем или иным методом, естественно, в нормативе там есть, но, повторюсь, в целом, возможность использования как образцов из бетонной смеси, так и образцов кернов, так и, естественно, неразрушающих методов контроля прочности, она в нормативе заложена. Что касаемо методик испытаний, повторюсь, это будет отдельный нормативный документ, который включит в себя все методы испытаний. Они в очередной раз проговаривают тот момент, что включают в себя именно особенности для дорожных бетонов, для покрытия оснований. Отдельно остановлюсь в данной истираемости, про которой, ну, скользь мы уже говорили, то есть практика эксплуатации жестких дорожных одежды, вот, опять-таки, госкомпании, в частности, да, показывает, что ускоренное истирание верхнего слоя, которое приводит к появлению колейности, это один из основных проблемных вопросов. И, ну, для бетонщиков наверняка тоже не секрет, что в целом истираемость это показатель тот, который и существовал до этого, но тот метод определения истираемости, который, ну, заложен на круге истирания, не в достаточной степени отражает, ну, реальную картину, реальную работу бетонного покрытия на действующей автомобильной дороге. То есть шипованные шины, конечно, это не, ну, круг истирание далеко не так явно показывает, да, и не имитирует эту работу. Поэтому мы чуть позже этого коснемся, пока пойдем дальше. Что же сделано для того, чтобы вообще достигать таких показателей, то есть для того, чтобы вносить какие-то какие-то положения в норматив, естественно, мы должны были это проверить, вообще это достижимо или нет. И в рамках данной работы были подобраны некоторые составы, в которых мы попытались воссоздать, да, то, как будут подбирать или как могут подбирать составы на, то есть для производства, собственно, бетонов для оснований и покрытий. То есть нормативная база, она представлена, да, в первую очередь мы говорим за 59-302, потому что он, ну, скажем так, адаптирован под, именно под эти, под наши задачи. Но подходы следующие. То есть была поставлена задача, да, то есть прийти на те физико-механические и технологические показатели, которые чаще всего используются, ну, скажем так, в бетонных покрытий, то есть какой-то среднестатистический срез. Общие принципы применяемого подхода, они в целом схожи между собой в различных нормативных документах. Мы опираемся, естественно, на ГОС 59-302 и пошли еще несколько дальше. То есть принцип абсолютных объемов, я думаю, всем известен и понятен, принцип ФАС говорит о том, что каркасом бетона является крупный и мелкий заполнитель. То есть идея заложена следующая, чтобы наложить, скажем так, методики объемного проектирования для асфальтобетонов, эти подходы, которые были там, переложить их на проектирование составов бетонов. Что мы сделали? То есть идея следующая. Минеральную часть, в состав которой входит крупный и мелкий заполнитель, в ней, естественно, есть пустоты. И цементным тестом нам нужно наполнить эти пустоты и слегка его расширить. То есть основа все-таки это не цемент, то есть не минеральное вяжущее, а крупный и мелкий заполнитель, в первую очередь, конечно же, крупный. Теперь по порядку, очень бегло, по порядку, что мы делали. Мы взяли обычные материалы, повторяюсь, это хорошие качественные материалы, но, повторюсь, это не специально подобранные какие-то завезенные извне, это просто мы приехали к подрядчику и взяли те материалы, прям с силоса отобрали цемент, прям со складов отобрали инертный заполнительный, песок обычный, то есть второго класса, щебни. Да, здесь четыре фракции, но, повторюсь, это абсолютно товарный материал с определенными проблемами с ПГЧ, скажем так, они не нулевое значение, отдельно для этого ничего не мылось, не просеивалось и так далее. Что сделали? Подобрали несколько составов бетонных смесей, ну, вернее, сначала мы проговорим за минеральную часть. Минеральную часть. Была взята обычная карта подбора, то есть типовой подбор бетонной смеси, которая использовалась, ну, скажем так, подрядчиком. И соотношение расходов в минеральной части, они вот видите, с левой стороны, да, то есть соотношение, в котором 38,5% песка и остальное равномерно распределенный щебень. Повторюсь, мы говорим пока только за минеральную часть. Вот так выглядит кривая рассева, все ясно, понятно, красиво, прямо, все предельно ясно. Дальше, что мы сделали? Мы взяли и заменили весь этот щебень одной монофракцией, то есть взяли и убрали середину, то есть оставили только 16,22,4, одну фракцию, но ее, собственно, заполнили всем объемом. Посмотреть, что же будет из этого. То есть мы видим, собственно, горизонтальную часть, которая нам говорит, что здесь просто отсутствует ряд фракций. И взяли подход, который был применен в составах щема, то есть для асфальтобетона. Требования ГОС-5841.2, да, вы видите, то есть красным и синим здесь обозначены. И мы путем подбора минеральной части вписали эту кривую в требование. Единственное, что на самом низком стиле 0,63 мы не влезли, просто потому, что для асфальтобетонов применяется еще минеральный наполнитель. Здесь мы говорим пока только за минеральную часть, в которую не входит отдельно минеральный наполнитель. То есть эту задачу мы будем решать дальше цементом, ну и, соответственно, оболонением цементным тестом. Подходим к расчету объема пустот минеральной части. В целом, повторюсь, подход из асфальтобетона. Форму, повторюсь, углубляться не будем. Мы говорим, что в целом для определения объема пустот минеральной части нам нужны максимальные плотности и объемные плотности. Если с максимальными все более-менее понятно, они определяются там, сначала определяются максимальной плотностью, а потом общая максимальная плотность определяется расчетным методом. Что касаемо объемной плотности, здесь, конечно, ситуация потяжелее, потому что нет как таковой методики. Мы применили методику, основанную на 33-47, то есть это значение, которое получено экспериментальным методом. То есть мы физически взяли в тех пропорциях материал, его замешали и в определенном объеме взвесили и, соответственно, вычислили объемную плотность. Таким образом, мы приходим к пониманию, что же в минеральной части, какой объем пустот там сегодня присутствует. И видим, что для состава базового и кодового названия ЩЕ-22, то есть там, где у нас монофракция, относительно одинаковые, ну, вернее, сопоставимые, скажем так, объемы пустот. Это объясняет с тем фактом, что там довольно много песка и столько же щебня. Единственное, что он в разной пропорции внутри него. Состав ЩЕ-МА показывает несколько больший объем пустот. Это, опять-таки, объясняется тем, что там песка этого меньше. Евгений Геннадьевич, у вас одна минута. Это усложняет несколько задач. Давайте. Я, да, прошу прощения, сейчас пойдем быстрее. Мы проговорили за минеральную часть, говорим за теперь, как вставить в эту историю всю вяжущую. Очень бегло. Мы говорим за то, что 0,45 ВЦ – это максимальный ВЦ, который нормативно-технические документы нам устанавливают. И самое главное, что, повторяюсь, мы должны максимально насытить эти пустоты и потом его несколько расширить. Это основной посыл. Дальше, тогда мы уже очень ускоренно говорим. Плотность определяется так же, но проще, потому что у нас сегодня уже, ну, то есть в составе цементного теста объемных плотностей нету. Мы говорим только за максимальные. Здесь мы видим картину, что в итоге у нас получается. Расходы цементного теста, они, не вдаваясь в подробности, в цифры, пропорции примерно те же самые. То есть для Щ-22 и базового они сопоставимы, для Щ-Ма несколько отличаются. Чтобы рассчитать объем цементного теста, мы опять-таки взяли карту подбора, которая уже есть, назначили его 420 кг, чтобы понимать хотя бы примерно, с чего начинать. Высчитали объемы, которые будут занимать цементного теста при ВЦ определенном. И самая интересная часть, скажем так, этой истории, какой же объем с учетом пустот минеральной части получается. Опять-таки не будем углубляться, как уже сколано немножко временем. Появляется такой показатель, вводится коэффициент раздвижки. То есть это тот самый объем, на который увеличивается минеральная часть, относительно самой себя, если мы добавляем такой-то расход цементного теста. И получили показатели 11,2, 10,6, повторяюсь, опять-таки сопоставимы друг с другом, и несколько меньший 5,7 в Щ-Ма, потому что там пустоты было больше, соответственно, раздвижка меньше. Чтобы уравнять шансы, мы ввели еще один состав, которым Щ-Ма сделали таким, чтобы было на что посмотреть, сопоставить дальше. Далее провели замесы, достигли целевых показателей в части реологии, то есть поводу обукладываемости по воздуховлечению. Фактически расходы несколько скорректировались, потому что фактически ВЦ, естественно, получился не 0,45, несколько ниже, для разных составов разный, незначительно, но все-таки. Отобрали образцы на всевозможные испытания и подходим, предварительно, чтобы не ждать 28 суток, посмотрели вообще, можно ли нам достичь этих показателей, предварительно увидели, что можно, B35 по прочность достигается. Что в итоге получили? Прочности Щ-Ма-1 и Щ-Ма-2, видите, опять-таки, они оба сопоставимы, хотя, повторяюсь, разные коэффициенты раздвижки там на целых 5%, соответственно, и цементного теста там в одном из составов больше, но прочности разные, поэтому в какой-то степени, ну, если предел не достигнут, то он, по крайней мере, очень близко к нему. Щ-22 несколько ниже, а базовый состав показал, ну, наименее, меньше всего. По прочности на изгиб картина примерно та же. По эксплуатационным показателям мы говорим, что за водонепроницаемость, ну, естественно, здесь, наверное, речи, ну, вопросов больше и не стояло, потому что, ну, это, в общем, не будем останавливаться. F2-300 прошли все составы, кроме базового, но, опять-таки, повторюсь, это скорее исключение, потому что там, ну, наверное, можно было и его довести до этого состояния. И самое интересное, то, ради чего все это задевалось, прошу прощения, это показатели по истираемости. С этого надо было и начинать. Мы очень, да, долго подходили к этому. А то вы уже время все, вы пять минут перебрали. Я прошу прощения. Одну минуту. Мы видим то, что, во-первых, все четыре состава вошли в те требования, которые нами установлены, не нами, а установлены 58406.5, все четыре состава, независимо от того, как мы их подбирали. Раз. И второй момент, на который хочу обратить внимание, это те самые, ну, скажем так, целевые составы, еще МА-1, еще МА-2, на которые мы смотрели. Они показывают второй класс в соответствии с нашим нормативом, да, 58406 по истираемости. И последнее, да, о чем, ну, хочу сказать, визуально даже их видно, тяжело, наверное, на картинке, но видно, поверьте. Они практически абсолютно идентичны на ощупь в составе уже асфальтобетона. И выводы, о которых мы, да, хочется сказать. Первое, что, повторюсь, составы даже цементробетона можно классифицировать в соответствии с требованиями ГОСТ-58406. Раз, да. Второе, что методика, установленная в 58406, применима в том числе и для определения стираемости цементобетона и стойкость цементобетона к стиранию шиповными шинами, а также другие физико-механические показатели в значительной степени определяются именно зерновым составом минеральной части, а не только расходом, ну, и не только расходом цемента, и не только прочностями, как принято считать. Спасибо огромное. Спасибо. Сергей Иванович, давайте поаплодируем. Да, действительно, вот окончательный вывод, который был получен лабораторным путем. Мы провели на кольцевом стенде лаборатории МАДИ, на полигоне МАДИ, вот испытания различных составов цементобетона. Вот Агарышев, Олег, участвовал компания Холсим, и Штрабах, тогда МАДИ, и мы пришли как раз к тому же выводу, и вот будет доклад, посвященный как раз подбору составов. Так, пожалуйста, уважаемые коллеги, у кого вопросы есть по нормативным документам? Значит, вот сегодня, на сегодняшний день у нас уже есть это, я уже сказал, ГОСТ на типовые конструкции дорожных одежда, на требования к бетонным смесям, соответственно, и сейчас Росавтодор заканчивает работу по требованиям к бетонам, к дорожным бетонам, испытанию дорожных бетонов, ну и к технологии укладки. Да, и технологии укладки. Все верно. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Горгий. Уважаемый, как... Если мы не отпадим в сентябре, да, в сентябре, она заработает больше, так что уже в этом году в сентябре будет комплекс стандартов. Комплекс стандартов. Отлично. Отлично. Мы ждем. Спасибо, Сергей Геннадьевич. Следующее выступление у нас посвящено вопросам применения минеральных и комплексных вяжущих при строительстве и ремонте автомобильных дорог. Вопрос как бы не новый, но я хотел бы подчеркнуть, что, да, действительно, в последних нормативных документах ПНСТ 542 обратили внимание, что значительно возросли требования к модулю упругости рабочего слоя земляного полотна, и в зависимости от дорожно-климатической зоны там, соответственно, довольно высокие требования по обеспечению модуля упругости именно рабочего слоя земляного полотна. И в большинстве регионов, в общем-то, отсутствуют качественные грунты и без применения вяжущих соответствующих мы не можем получить, честно говоря. То есть, это одно из постулатов сегодня. То есть, необходимо применять, если у вас некачественные грунты, мы обязаны применять комплексные минеральные вяжущие для получения соответствующих модулей упругости именно согласно нашим нормативным документам. Рашиде предоставит слово Ружицкой Анне Владимировне представителю компании Холсим Рус. Пожалуйста. Спасибо, Виктор Васильевич. Коллеги, добрый день. Действительно, мой доклад сегодня посвящен минеральным вяжущим. Сергей в своем докладе рассказывал много про бетон. Я откачусь еще чуть-чуть назад и поговорим сегодня о основной составляющей бетона и основной составляющей минеральных вяжущих. Это, собственно, цементосодержащие продукты. Но прежде чем поговорить о цементосодержащих материалах, поговорить о технологиях, где они применяются, какие новые материалы. Мы с вами в ближайшее время начнем использовать. Я просто хотела бы напомнить, Виктор Васильевич говорил, упоминал сегодня о межремонтных сроках, увеличении этих сроков. Я хотела бы напомнить еще одну так называемую задачу, которую перед нами поставил президент совсем недавно. Это пятилетний план развития дорожного строительства. Вы все наверняка знаете, что действительно задачи поставлены очень амбициозные. Мы с вами должны построить 4000 километров новых дорог, реконструировать, уширить, соответственно, около 3000 километров дорог, отремонтировать 110 тысяч километров дорог, как Виктор Васильевич тоже говорил, что действительно очень много ресурсов мы тратим именно на ремонт дорог. Отремонтированы искусственные сооружения, ну и, соответственно, строительство обходов. Вот, собственно, как же выполнить эти задачи? Выполнить их вполне возможно, используя, естественно, современные инновационные технологии и используя в том числе технологии, которые позволяют нам строить качественно долговечные дороги, которые будут служить долго. Что это за технологии? Начну я, наверное, собственно, вот как идет конструктив дороги, начну с технологий, которые работают с основанием. Первая технология, мы о ней сегодня много говорили, это технология укрепления грунтов, по сути, это использование местных, локальных, природных либо техногенных грунтов, которые обрабатываются минеральными вяжущими, не цементом, вернее, не только цементом, не гашеной известью, а именно минеральными вяжущими комплексными. И, собственно, вот эта вот система превращается со временем в такой своеобразный грунтобетон. И, соответственно, этот самый грунтобетон является прекрасным основанием. При этом эта технология экономична, что немаловажно теперь в современной реальности, она более экологична. Мы проводили специальный расчет, сравнивали традиционную технологию замены грунтов с технологией укрепления грунтов, и при этом учитывали, естественно, весь цикл строительства, и у нас получилось, что при использовании технологии укрепления грунтов выбросов парниковых газов на 10-20% ниже, если мы сравниваем с традиционной технологией. Естественно, качественное основание мы обеспечиваем долговечность нашей дороги, ну и, в принципе, технология укрепления грунтов позволяет довольно оперативно проводить строительный процесс, потому что, в общем-то, производительность, если мы говорим про работу самоходными установками, ресайклерами, да, соответственно, эти установки позволяют довольно оперативно проводить работу в виде производительности 7-8 тысяч квадратных метров в сутки, это, в принципе, очень достоинно. Следующая технология, это технология холодной регенерации, здесь уже, наверное, больше идет вопрос о ремонтах, по сути, данная технология очень похожа на технологию укрепления грунтов, только здесь мы работаем по, собственно, уже отработанному слою асфальтобетона. Здесь может быть два варианта, технология на полную глубину, либо, соответственно, с частичным захватом слоев отработанного асфальтобетона. Здесь, соответственно, мы из асфальтобетона при применении уже такого два раза комплексного вяжущего, где используется и минеральная часть, и органическая часть, и при необходимости с добавлением щебня, минерального порошка, переводим наше отработавшее асфальтобетонное покрытие в укрепленный по факту слой основания, который, в общем-то, остовом которого, скелетом которого, является, в общем-то, как раз это самое отработанное асфальтобетонное покрытие. данная технология, еще раз повторюсь, выполняется практически тем же звеном, той же самой техникой, и также характеризуется как экономическими преимуществами, ну и, соответственно, так и экологическими, и обеспечивает высокую долговечность дорог, которые, собственно, дальше по этому основанию пойдут. по касательно материалов, которые используются для данных технологий. Я не просто так несколько раз сказала комплексные минеральные вяжущие, вы, наверное, знаете, что традиционно в проектах у нас закладывается цемент или известь, либо последовательные итерации улучшения грунта известью, потом укрепление цементом. Вот, собственно, мы уходим от этого и постепенно приходим к такому термину как комплексное минеральное вяжущее. Почему комплексное минеральное вяжущее и почему не отдельно цемент, не известь? В Европе уже давно есть такой термин гидравлик роутбайндерс, это отдельный строительный материал, который используется как раз для технологии укрепления грунтов, холодной регенерации. Это вяжущее, которое является по факту смесью нескольких минеральных компонентов, туда входит цемент, туда может входить негашеный известь, могут входить другие компоненты. И эти компоненты и их соотношение подбирается исходя из того, с каким грунтом мы работаем и собственно что мы хотим получить, что нам нужно получить по слою при укреплении обработки грунтов этим самым вяжущим. Вот здесь на слайде вы можете видеть, здесь приведены результаты наших исследований 2016-17 года мы брали один и тот же грунт и соответственно испытывали его с различными вяжущими. Было 16 штук, соответственно, вот эта большая улиточка оранжевая это прочность в нормальных условиях твердения образцов, ломаная серая линия это прочность образцов после 15 циклов замораживания и оттаивания и соответственно вот самая узенькая это соответственно прочность на изгиб здесь вы можете видеть, что в общем-то если мы посмотрим на сходимость результатов их нет да, вот там где самые высокие показатели прочности при нормальных условиях твердения грунт вяжущие там не всегда выдерживаются требования по морозостойкости также внизу вот есть шкала по морозному пучению уже обработанных грунтов поэтому я еще раз повторюсь что для технологии укрепления грунтов и даже для технологии холодной регенерации необходимо подбирать индивидуально то комплексное вяжущее которое будет максимально эффективно работать с этим грунтом напомню что увеличивать дозировку вяжущего можно но это может привести соответственно к блочной системе то есть появлению усадочных трещин что естественно дальше никак работать не будет соответственно в ближайшее время я надеюсь в этом году уже вступит в силу ГОСТ российский комплексные минеральные вяжущие сейчас мы финализируем с ТК 418 текст этого стандарта и соответственно он должен вступить в силу он будет предполагать в себе соответственно две группы комплексных минеральных вяжущих медленно твердеющие и нормально твердеющие и соответственно данные вяжущие будут содержать в себе не только компоненты которые разрешаются содержанию ГОСТами на цемент здесь соответственно в качестве компонентов будут разрешены и известь в любом ее проявлении гашеная не гашеная и соответственно некоторые другие компоненты которые сейчас ГОСТами на цемент не предусматриваются соответственно медленно твердеющие вяжущие это вяжущие прочность которых классовая марочная будет определяться в возрасте на 56 сутки нормально твердеющие соответственно 7 и 28 сутки соответственно соответственно будет несколько параметров дополнительных по которым будет контролироваться качество этих вяжущих соответственно мы с вами в этом году получим новый вид строительного материала разработанный специально под технологию укрепления стабилизации грунтов теперь быстро пробегусь про технологии цементобетона много говорили уже о преимуществах об особенностях классической технологии устройства цементобетонных покрытий оснований здесь я наверное повторяться не буду все вы наверное прекрасно знаете об этом хотел просто вскользь напомнить что есть еще замечательная технология которая называется вибрукатанный бетон это не классическая технология работы с тощими бетонами это технология по сути получения цементобетонного основания либо покрытия при использовании не бетоноукладческого комплекса а звена стандартного для асфальтоукладки здесь используется асфальтоукладчик здесь используется жесткая бетонная смесь и по сути принцип подбора этих смесей собственно особенность в том чтобы эту смесь максимально качественно уплотнить и вот здесь как раз применяются подходы о которых говорил Сергей очень индивидуального и точного подбора агронометрического состава бетонной смеси бетонная смесь чертой жесткая ее довольно сложно уложить поэтому используются асфальтоукладчики со специальными трамбовочными плитами теперь вкратце напомню что у нас по нормативным документам на цементы про комплексные минеральные вяжущие рассказала теперь про цементы просто хочу напомнить потому что до сих пор в проектах встречаем и цементы марки 400 и ШПЦ и так далее соответственно тот ГОСТ по которому выпускался ШПЦ цемент там ПЦ500D0N либо там ПЦD20 он ушел в небытие он прекратил свое действие 1 января этого года то есть в общем-то таких цементов в принципе цементные заводы не выпускают поэтому если в проекте мы видим цемент допустим ПЦ 400D20 то соответственно требуется пересогласование на уже современные стандарты потому что нигде вы не найдете таких цементов цементные заводы по такому ГОСТу уже не работают соответственно для транспортного строительства если мы говорим про мостовые бетоны про бетоны для строительства аэродромных депосадочных полос то это ГОСТ Р55224 в редакции 2020 года соответственно данный ГОСТ предполагает более жесткие требования к цементу нежели чем ГОСТ вот этот вот советский который был отменен более жесткие требования к минералогическому составу и другим физико-механическим характеристикам соответственно данные ограничения они обеспечивают еще более высокие эксплуатационные характеристики бетонов которые получаются на них и соответственно ГОСТ цементы для дорожного строительства это ГОСТ 33174 2014 года этот ГОСТ включен в ТРТС 014 соответственно по сути ГОСТ 55224 и 33174 это такие вот два брата-близнеца потому что требования к цементам одни и те же единственное там есть определенное различие между типами цементов которые допускаются к использованию я имею ввиду цементы количества минеральных добавок и соответственно их типы в основном конечно мы в дорожном строительстве работаем со шлаковыми цементами если работаем с цементами содержащими минеральные добавки и собственно завершая уже свой доклад хотел бы просто рассказать вам очень бегло про новый вид материалов который мы как компания активно сейчас продвигаем на рынок это здесь написано сверхпрочный фибробетон на самом деле по-английски это ultra high performance concrete это не сверхпрочный а сверх высокоэффективный бетон потому что у него если посмотрите характеристики очень высокие что по прочности на сжатие что по прочности на изгиб модуль упругости просто огромный соответственно данный материал позволяет делать уникальные конструкции уникальные в части своей долговечности в части своей прочности ну а соответственно если мы говорим про высокую прочность здесь мы можем говорить и о эффекте материала емкости чем прочнее материал тем меньше мы можем его использовать соответственно тем более легкие конструкции у нас получаются здесь соответственно такой бетон может использоваться в различных областях применения он может быть как литой так и использоваться в интеркретировании и собственно применяться как при ремонте так и при строительстве в том числе мостовых конструкций в дорожном строительстве, ну и, соответственно, в других областях. И уже совсем завершая, я просто хотела бы напомнить, что каким бы материалом мы ни работали, с какой бы технологией мы ни применяли, пожалуйста, давайте не будем забывать про качество проведения работ и, соответственно, приобъектный контроль. Это очень важно, это очень нужно, особенно для тех технологий, о которых мы сегодня с вами говорим. И в заключение уже просто хотела подвести, собственно, черту. Современные технологии, о которых мы сегодня с вами говорили, если мы говорим про строительство, реконструкцию дорог, то, пожалуйста, обращайте внимание, используйте, применяйте технологию устройства цементно-бетонных оснований покрытий, технологию укрепления стабилизации грунтов, ремонт дорог, это, соответственно, холодная регенерация, ну и, соответственно, строительство и ремонт мостовых сооружений искусственных, ну, это как раз вот эти самые сверхвысокопрочные фибробетоны, мостовые бетоны. А мы со своей стороны, помимо того, что поставляем сами по себе строительные материалы, цемент, щебень, комплексные минеральные вяжущие, вот этот сверхвысокопрочный бетон, оказываем еще и техническое сопровождение, поддержку. Поэтому, если нужно проконсультироваться, узнать второе мнение, пожалуйста, обращайтесь. QR-код, который здесь вот указан, можете использовать его, обращаться по любым вопросам, которые вас могут заинтересовать. Спасибо большое. Надеюсь, что вы уложили. Спасибо, Анна Владимировна. Вы четко уложились в отведенные 15 минут. Чувствуется, доклад вы тренировали. Хорошо, уважаемые коллеги, у кого вопросы? Каня Владимировна, есть ли вопросы? Да, пожалуйста. Здравствуйте, коллеги. Дмитрий Старлатов, проектировщик. Вот вопрос по колонной регенерации, который возникает у нас при восстановлении асфальтобетонных покрытий. Там есть такой параметр, как добавление инертного материала. К примеру, щебня. Потому что понимаем, что 100% использования асфальтобетона, который гранулят, и добавление примерно 4% цемента, но это будет не тот материал. Минимально должно быть указано норматива, 30% должно быть добавлено к смеси гранулята по весу. А максимальный? Так, чтобы как масло кашу не испортишь. Вот сколько? Делали какие-то испытания? Я, наверное, попрошу тогда моих коллег помочь мне ответить с этим вопросом. Антон. Слушай, Екатерина, микрофон возьмите. Пожалуйста, девушки, передайте, чтобы у нас... Екатерина у нас просто занимается непосредственно ведением проектов, она вот точно по цифрам сориентирует. Я бы ответила таким образом. Первое, я бы, наверное, обменялась с вами контактами и более подробно вместе с инженерами отобразила бы все наши испытания по разным объектам. Ну, просто в качестве показателей, да, чтобы вы видели. Такого максимума, ну, наверное, не существует, потому что у каждого проекта есть свои требования. Нужно смотреть на нижележащие слои, на техническое задание, которое идет к конкретному проекту, да, то есть отсюда уже выводить. Нужно смотреть на тот асфальтогранулят, который мы имеем, да, потому что в каком он состоянии находится. Проектом сложно это определить. Я согласна, поэтому нужно делать предпроектные испытания, да, нужно смотреть на геологию прежде всего, нужно определить какие-то характерные участки, да, отобрать керны, если требует, да, такого ситуации. Мы делали в этом году, знаете, такие испытания, как вырубки. До того, как дорога ремонтируется, наши специалисты выезжали, делали такие вырубки. Мы этот асфальтогранулят размельчали и пробовали делать подборы, добавляя определенное количество щебня, органического вяжущего, минерального вяжущего и смотрели за результатами. Ну, в целом, наверное, наверное, из практики до 40%. Это тот максимум, который был у нас. Спасибо. Так, уважаемые коллеги, пожалуйста, Сергей Валерьевич. Да, микрофончик. Я коротко прокомментирую этот вопрос по холодной регенерации. Хочу сказать, что уже в этом году, по-моему, в конце этого года должен выйти у нас комплекс стандартов. Проведено большое исследование и выйдут стандарты, которые, в общем-то, замкнут цепочку разных нормативных документов и поставят итог. То есть у нас должен выйти стандарт технические требования вот к такой технологии, методы испытания и правила применения. Соответственно, работа, основная работа, я знаю, что исполнитель по контракту приложил титанические усилия. Там просто огромный объем испытаний был проведен для того, чтобы нужные пропорции соблюсти. И вот на выходе будет документ в самое ближайшее время. Спасибо, Сергей Валерьевич, за комментарий. Так, переходим дальше. Значит, мы возвращаемся к вопросу, что цементобетон, его качество во многом зависит от правильного запроектированного состава. От этого зависит и его износостойкость и, соответственно, стойкость к щелочной коррозии. И вот этот подход, который был определен, в данном случае доложит Агарышев Олег Александрович, руководитель проекта по развитию бетонных дорог Евроцементгрупп. Пожалуйста. Коллеги, приветствую вас всех. Спасибо, что собрались, что вы стоили, наслушали. Я не буду сегодня много углубляться в науку. Должен очень отметить труды, раздражения и доклад Сергея Геннадьевича. Как раз то, чего не хватало в российской практике и в российской науке услышать. Обо всем поподробнее. Итак, Виктор Васильевич упомянул про работу по образованию колеи износа или колеи стирания от зимней резины, оборудованной шипами противоскольжения. Мы не первые в этом вопросе. Из европейских стран шипованные резины сегодня используются только в школьных странах, и то не везде. И почти вся территория Евросоюза на шипованные резины запрещена. Как раз из-за того, что они посчитали, сколько абразивный износ тратит бюджетный денег на ремонт автомобильных дорог. Мы взяли скандинавские предпосылки и на уникальном комплексе в МАДИ провели эксперимент. И, собственно, эксперимент подтвердил все, о чем говорят скандинавы. А базово там есть две вещи. Первая вещь, что на 80% износ от шипов зависит от прочности камня, точнее, от износа стойкости камня крупного заполнителя, будь то цементный бетон, будь то асфальтный бетон. И второе, самое важное для того, чтобы мелкие и средние фракции не выбивались, это как раз оптимальный зерновой состав, а это как раз идет отсылка к современному методу проектирования асфальтно-бетонных смесей объемно-функциональному методу проектирования. Что вылилось как именно практическая рекомендация на основании и опыта Скандинавии, и, допустим, опыта ФРГ. До компании Евроцемент я трудился в компании Штрабак. Это один из крупнейших австро-германских подрядчиков именно по строительству в том числе цементно-бетонных покрытий на автобанных сетей ФРГ и Австрии. Так вот, чтобы отсеять, чтобы понять, насколько будет стоик цементный бетон в итоге к лиге и стирании, наши скандинавские коллеги и германские тоже, мы используем Nordic Test или серверное испытание. Уже в России есть на него ПНСТ, соответственно, здесь даже можно предложить градацию первой категории, и это будет тогда износ, до 7% по Nordic Test, вторая до 10% потери и третья до 14%. Это такое одно из базовых. Я, кстати, должен очень похвалить, опять же, даже базовый состав Росдорнии на Прале не развалился. Если у нас совсем плохой цементный бетон, то вот та шайба, которую мы делаем для Праля, это испытание по ГОСТу 58-406, который показывал Сергей Геннадьевич, они просто раскалываются, потому что цементный бетон жесткий материал, и у вас увеличат асфальт бетона, он раскалывается. Соответственно, даже ваш базовый материал был хорошо подобран, то есть не так все было плохо, что он не развалился. Очень было приятно увидеть это. Ну и второе из практики, и то, что вы видели в начале в самом ролике наших коллег из Санкт-Петербурга по опыту Калининграда, это, как сказал Максим Борисович, мытый бетон, да, дословный перевод его «Ваш бетон», в российской терминологии это бетон с обнаженным заполнителем, в Советском Союзе он применялся в основном как архитектурный бетон, да, что делается, когда мы наносим пленкообразующие для ухода за бетоном вместо дезодорского метода полива и укрыва пленкой, то первая пленкообразующая идет замедлителем, и через 6-10 часов мы трогаем смесь и выметаем растворную часть, всю растворную часть с поверхности цемента бетона, да, мы пускаем технику либо фронтальные, либо другие погрузчики, либо, как здесь показан гридер, на шинах низкого давления, это для того, чтобы не повредить слой. Казалось бы, 6-10 часов, а мы с вами знаем, что цементный бетон твердеет 28 суток, да, нет, правильно подобраны, опять же, с непрерывной глониметрией цементный бетон, по нему уже можно и ходить, и ездить через 6-10 часов. Как раз мы это трогаем и проверяем. На выходе мы имеем, вот здесь дорожников много, мы имеем щема, но только другого немножко цвета. И при этом мы сразу с вами убрали растворную часть, которая в первую очередь, в первые месяцы эксплуатации цементно-бетона, зимней эксплуатации при шиповной резине, она, собственно, выедается, да, оставляя ту самую незначительную пыль на дорогах, и, собственно, мы видим 2-3 миллиметра клеи стирания в полосе наката. Этот метод позволяет исключить его сразу, да, эту первичную клею стирания, и опять же, здесь мы косвенно проверяем качество подбора гранулно-эпиджического состава цементно-бетона, потому что крупный заполнитель не осел, то есть он остался на поверхности, это значит, что мы не перевибрировали, и самое главное, мы грамотно запроектировали смесь. Это отсыл к общей строительным бетонам, где сегодня, простите меня, применяется там одна широкая фракция 5.20, потому что общество до сих пор живет в старых стандартах, да, им тех регламентов таможенного союза не имеет никакого отношения, и, соответственно, обычный бетонщик, даже мостовые бетоны, да, говорят, ой, да что такое мостовой бетон? Нет, это совсем не мостовой бетон, где мы все решаем пластификатором, а сегодня их очень много, и лигнусофорнаты, и нафталины, и эфиры поликарпосылатов, да, ну, то есть, и воздуховлекающий вариант. Нет, здесь все решается по нашему дорожному подходу, по методу объемно-функционального проектирования. В этом смысле дорожный цементный бетон и дорожный асфальтный бетон очень схожи. Меняется только лишь вяжущая, которую мы как раз достигаем заполнение меньше 0,063. И вот, собственно, пришли к этому, да, кривая моя взята просто из учебника Баженова, да, то есть ОФП, вот асфальтный бетон сейчас кто-то это называет суперпровым, давайте все-таки называть это ОФП, да, как бы ноу-хау, инновации и так далее. Вот это учебник Баженова, это советский бетонщик, породитель всех бетонных исследований, оптимальная кривая с точки зрения Баженова. Вспоминаем презентацию Сергея Геннадьевича, пожалуйста, вот она оптималка, да, то есть, но мы останавливаемся здесь на 16 миллиметрах, больше для цемента бетона в принципе не надо, дальше при боль, почему не надо, потому что при более крупных фракциях, это тогда мы говорим только лишь об однослойных покрытиях, а не везде на территории Российской Федерации есть у нас хороший изверженный щебень типа Габрадирабаса, поэтому кое-где мы будем применять и двухслойку в России. Соответственно, попадаем в эту кривую, значит все хорошо. Не попадаем, мы, и вы, кстати, пунктируем, и видите, да, тоже вот эти вот ступенечки, это традиционный даже мостовой бетон. Мы видим прорывы, мы берем мытый песок с крупным, с высоким модулем крупности, а что это такое? Это фракции там от 1,5 до 2,7, да, то есть, а до 1,5 у нас ничего. Дальше у нас следующий начинается щебень с 5 миллиметров, а что у нас между 2,7 и 5? Ничего, провал. Вот эти провалы, они недопустимы для цементобетона. Тогда мы теряем единую неправильную галлюметрическую кривую и тогда мы даем шанс шипу, опять же, камушек, который не держится за другой, выбивать из покрытия. Это второе звено в износу стойкости цементобетона и асфальтобетона тоже. Здесь мы ничем не отличаемся. Баженов, 60-е года. Опять же, как практик и как человек, который радеет за цементобетон, я не могу не молчать о одной из самых страшных проблем цементобетона, это щелочная коррозия бетона. Она же щелочно-силикатная реакция, она же рак бетона. Это ее пример. Вот люди, когда это цементобетонное покрытие, не скажу где, это ведомственная дорога, но тем не менее, никто об этом не озаботился. Через 3 года вот эта сетка трещин, это бетон, внутри него, значит, не проверили щебень на реакционную способность и песок на реакционную способность, соответственно, аморфный кремнезиом реагирует щелочами цемента. Почему ограничение 0,8 было по приведенным щелочам в докладе Анны Владимировны? Потому что, вступая в реакцию, они образуют некий гель, который саморасширяется. Это внутреннее саморасширение вот так рвет цементобетон. Поэтому это был очень такой наглядный пример, а это менее наглядный пример. Эта реакция может привиться через 3 года в зависимости от тепловлажностных условий и соляных условий обработки покрытия, либо через 6, 8, 10 лет. То есть, если реакцию не проверить, у нее разные стадии, когда она влазит. Вот это Казахстан, это одна из дорог с Алматы на юг, Алматы-Харгос. Вот эти, видите, черные высолы над анкерами. Вот я специально обвел. Это значит, что там заложен анкер. Это штыревое армирование для того, чтобы в продольном щеле, чтобы захватки не разъезжались. То есть, цементобетон уложен двумя проходами. И над ними начинают это первые признаки. Через 6 лет, да, вот вылазит такая чернота. Следующие будут такие ромашки по углам. Бабочки мы их называем. То есть, когда углы начинают сами по себе лопаться в стыке вот при перекрестном плит. Вот. И дальнейшее разрушение я вам уже показал. Это уже там через 10-12 лет. Чтобы этого не было, бетон ФРГ 15 лет назад с этой проблемой перестали встречаться. Почему? Потому что было произведено массовое исследование и выявили, что нужно обязательно проверять бетонную смесь на эту реакцию. Это испытание не длинное. Сначала инертные материалы. Сначала смотрим петографию. Дальше, если свыше 50 миллимоль аморфного клинезиума, сразу исключаем этот песок и щебень. Дальше, если мы хотим все равно проверять материалы, ускоренный метод, двухнедельная проверка отдельно песка, отдельно щебня, которая опять же додабливается до состояния песка. И уже материалы, прошедшие это испытание, то есть, показавшие незначительные линейные решения, ставятся на испытание на 12 месяцев. То есть, уже берутся конкретные эти материалы, прошедшие испытания, песок, щебень, додобленный до песка, то есть, именно та порода, которая будет, соответственно, уже тот цемент, который будет, потому что сами испытания ведутся, ускоренные при высокосчелочных цементах до 0,13% приведенных щелочей. Это достигается либо высокосчелочным цементом, либо добавлением уже хлори, добавлением щелочей извне. и все, о чем это говорит. Это говорит о том, что цемент и бетон это хорошо, но нужно покрыть осознанно. И уже на моменте перов, когда у нас проектировщик определил ближайшие карьеры для покрытий, мы должны начинать вот эти исследования, чтобы к моменту, когда уже проект выйдет из экспертизы, у нас было с вами наработано несколько бетонов заданного состава, конкретных материалов, чтобы потом избежать этих материалов. Сразу оговорюсь, советская школа бетонов довольно-таки мощная, и поэтому в России из того, что я видел, ну, по крайней мере, у нас массово цемент и бетон применяется на аэродромах, я это встречал только лишь на аэродроме Сочи. В других регионах я пока этого, слава богу, не видел. Бетон, соответственно, дальше бетон, как правило, мы сейчас закладываем в проект бетон заданного качества, где мы указываем марки, причем очень многие отсылаются к марке по прочностям, по прочности бетона, нажатия, которые к дорожному покрытию, не имеют никакого отношения. Для дороги нам важна только лишь прочность на растяжении при изгибе или при раскладке. Поэтому это базовый плодовод БТБ, 4.4, начинаем от него, можно выше 4.8, 5.2. Это, я говорю, про именно верхний слой покрытия. Это основная марка, если мы же говорим про дорожный цемент и бетон. Остальные показатели, когда вы сделаете, зададите БТБ 4.4, у вас и БТ-35 вылезет почти автоматом, и мороз свыше 200 циклов в солях вылезет, и про водонепроницаемость я вообще молчу. А тут W12 и выше, получается. Вот там в эксперименте, вот вы видели, у коллег при правильном составе было от 18-20 водонепроницаемость, поэтому это выходит почти автоматом, если мы делаем базовую гранулометрию, проверили все материалы и задали именно марку на изгиб. Это, собственно, все аспекты именно в плане цемент и бетонного проектирования дорожного цемента и бетона, которые я хотел отметить. Благодарю коллег из Воззрани за их работу, очень высококачественное исследование, и вот с таким подходом у нас в России могут быть действительно долговечные цемент и бетонные покрытия на автомобиле дорог. Спасибо. Спасибо. Так, есть ли вопросы к выступающему, уважаемые коллеги? Пожалуйста. Представьтесь. Максим Яровой, строитель, член с ассоциацией бетонных дорог. Я вот, как правильно Олег Александрович пояснил, я хотел бы сказать, что помимо инженерных и научных размышлений о стираемости, также можно, так сказать, применять еще и здравый смысл. Потому что мы выбрали Калининградскую область, не случайно, она, как совершенно сказал. Олег, она бесшипованная зона России. Такие же зоны есть на юге, это Краснодарский край, где достаточно развито цементное производство. Если вот коллега задавал вопросы, да, интересовался из Федерального дорожного агентства из Росубстадора, то, безусловно, надо еще смотреть по территориям. Тепло, отсутствие шипов существенно, но повышает и износостойкость дорог, и смысл их применения. Спасибо. Но у нас не только юг. Вот в данном случае, допустим, дорога в цементобетоне Читазобайкальск. Очень важно, сегодня говорили об этом транспортном коридоре на Маджурию. Да, бетонное покрытие эксплуатируется уже 10 лет. Суровый климат, без всяких, как говорится, вопросов. Построил Новосибирск автодор. Поэтому, как говорится, и в суровых климатических условиях работает цементобетон, если качество подобранное состав бетонной смеси и правильное содержание этого типа покрытий. Так, есть ли еще вопросы? Спасибо. Виктор Васильевич, я прокомментирую, Максим Борисович, на самом деле, хорошее замечание про отсутствие шуков и на югах, и у вас в Калининграде, из-за того, что Европа у вас близко. Но возьмем среднюю полосу, возьмем Казань. В Казани 20 лет назад была построена дорога от аэропорта в сторону дачи бывшего 20 километров. Она в цементобетоне, и клеи износа там, она очень пологая, то есть нету вообще вот наката, который мы видели в М4, нет наката даже, который вот клеи, то есть рамести в накате, которое даже было на старых объектах здесь вокруг Новосибирска, и это, говорит, щебень с Урала, хороший изверженный щебень, и это очень многим говорит. Мне говорят, да там третья категория, там никто не ездит. Там, ну, кто сталкивался с татарами, я люблю эту нацию, они очень любят, русские любят быструю езду, а татары, они любят очень быструю езду. Так вот, там драк заезды, и там все стоит. Поэтому, кому захочется посмотреть на колею именно в средней полосе, где ее отсутствие, точнее, на цементобетоне, приглашаю всех под Казани, выехали и на север. Цементобетонное покрытие 20 км в 20 лет. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы говорим о составе бетона, но без технологии строительства, современной технологии строительства цементобетонных покрытий оснований, конечно, обойтись нельзя. И вот вчера мы посетили, допустим, восточный обход, я задаю вопрос, почему в сегодняшних нормативных документах всех предполагается обязательно армирование швов сжатия дюбелями с тем, чтобы передавать нагрузку с плиту на плиту и с тем, чтобы не было этих ступеней. Говорят, оборудование, нет, нет такой технологии. И вот разрешите предоставить слово региональному директору фирмы Гамака Пономареву Алексею Александровичу, который как раз остановится на современных технологиях строительства цементобетонных покрытий дорог. Пожалуйста. Презентацию будьте добры. Спасибо. Приветствую вас, самых стойких слушателей. Представляю компанию Гамака, наверное, наиболее известную и широко представленную в России, что касается оборудования и технологий устройства цементобетонных покрытий. Рад возможности поделиться информацией по указанной теме. Говоря о строительстве автодорог из цементобетона, по-прежнему пока обращаемся к передовому зарубежному опыту. Страны, которые имеют протяженные, развитые и загруженные дорожные сети, являются лидерами в строительстве и эксплуатации жестких дорожных одежд. Цементобетон во многих странах давно и прочно является основным материалом для строительства федеральных магистралей, межштатных магистралей, трасс городских агломераций и дорог других категорий за счет долговечности и низких эксплуатационных затрат. Качество и долговечность дорожных одежд зависит от качества подстилающих слоев основания. Технология профилирования специально спроектированным для этой цели оборудованием обеспечивает выведение всех слоев основания в проектные отметки, что помимо уже упомянутых качества и долговечности обеспечивает экономию материалов и трудозатрат. Данная технология и соответственная техника нашли свое применение и в России. На многих объектах строительства и асфальтобетонных и цементобетонных автодорог, аэродромов и так далее модель 9500 успешно эксплуатируется. Самый распространенный вид жестких дорожных одежд это цементобетонные покрытия со швами. При этом многие транспортные коридоры со сверхинтенсивным движением грузового транспорта в целом ряде стран строятся со сплошным армированием. Такие покрытия служат в течение еще более длительного срока даже в сравнении с цементобетонными покрытиями использование распределителя который работает в режиме старт-стоп в составе бетонно-укладочного комплекса позволяет обеспечить непрерывные движения основной машины комплекса бетонно-укладчика со скользящими формами. Другой тип перегружателя например показанной здесь модели позволяет еще более гибко подавать смесь к бетонно-укладчику за счет длинного поворотного конвейера стрелы Третий тип дорожных одежды цементобетона это покрытия используемые для ремонта существующих причем перекрываться слоем цементобетона могут асфальтобетон цементобетон а также композитные покрытия из этих материалов Чтобы получить качественное и долговечное покрытие необходимо выполнить три основных условия Первое качественно выполнить проектирование Второе применить материалы высокого качества И третье применить передовые технологии лучшие практики при строительстве В части применяемых материалов следует особо выделить следующее Требования к материалам должны быть основаны на взаимном влиянии конкретных свойств этих материалов и каким образом оно это влияние обеспечит качество работы покрытия в течение длительного срока эксплуатации Далее перейду к ряду важных нюансов которые среди прочих факторов определяют качество строительства покрытия из цемента бетона Один из показателей качественного покрытия который в отличие от многих других определяется визуально это ровная устойчивая кромка плиты для получения качественной боковой кромки выполняем настройку используя специальный узел на скользящей форме с учетом жесткости смеси используя специальную опцию устраиваем покрытие и бордюрную ленту например за один проход высокочастотные вибраторы это сердце бетоноукладочной машины ошибки в выборе частоты вибрации ведут к дефектам покрытия например снижению содержания вовлеченного воздуха многие из дефектов можно выявить только отбирая керны то есть постфактум что приводит к дорогостоящему ремонту гораздо раньше срока намеченного при проектировании кроме того большое значение имеет тип вибраторов и глубина их погружения при укладке шелушение расслоение образования посторонних объектов это дефекты с которыми столкнулись некоторые страны СНГ при строительстве дорог и аэродромных покрытий из цемента бетона причинами могут быть неверно подобная продобранная рецептура в частности водоцементного соотношения содержание цемента гранулометрического состава заполнителя содержание вовлеченного воздуха типа и количества химдобавок а также несвоевременное или недостаточное нанесение пленкообразующих материалов но чаще всего шелушение возникает из-за слишком высокой частоты работы вибраторов когда приходится обрабатывать слишком жесткую смесь добиваясь ее текучести оператор или инженер руководствуясь визуальным представлением о гладкости поверхности покрытия повышает частоту до максимальных отметок что ведет к расслоению наиболее явно заметному в местах прохода вибраторов для контроля за вибрацией и автоматического управления работой высокочастотных вибраторов предлагаем систему отовайп 3 при ручном управлении необходимо помнить о взаимозависимости трех факторов укладки частота вибраций скорость движения бетонного укладчика осадка конуса смеси как уже сказано основной тип цементобетонных покрытий шовные часто по проекту требуется армирование швов существует высокотехнологичная автоматизированная система погружения арматурных стержней в швы покрытия в процессе укладки ее применение гарантирует соблюдение допусков и отсутствие отклонений в положении стержней обратите внимание на валик бетона образование которого необходимо для заделки мест погружения арматуры а на этом слайде обратите внимание на систему вилок держателей обеспечивающую точное позиционирование стержней при погружении объекты в России где система погружения арматуры успешно применена это трасса М4 дом а также тоннели Олимпийского Сочи результатом применения системы гаммайка и ДБА является соосное положение стержней и опоясывание каждого стержня частичками щебня а значит и качественные швы и долговечные покрытия этот момент очень важен и не всегда наши коллеги из стран СНГ получали то качество на которое рассчитывали именно из-за ошибок в технологии армирования швов контроль качества необходим на всех этапах реализации строительных проектов на заключительном проверяем самое важное качество готового продукта обязательно должны отбираться керны в местах расположения арматурных стержней существует и неразрушающий тест методом сканирования в том числе швов во многих странах за последние годы произошел массовый переход на работу с 3D нивелированием взамен традиционной системы копирной струны применение 3D позволяет снизить трудозатраты повысить производительность работ минимизировать ошибки в России целый ряд наших бетоноукладочных комплексов также работают по 3D на объектах строительства автодорог и других покрытий из цемента бетона в ряде развитых стран стало обязательным применение устройства измерения ровности покрытия бесконтактного акустического прибора работающего по принципу профилографа поставляемый прибор GAMACO GSI измеряет ровность только что уложенного покрытия в процессе укладки что позволяет вносить необходимые коррективы в настройки бетоноукладчика рецептуру смеси не дожидаясь окончания работ на конкретном участке что экономит значительные средства и повышает качество покрытия в прошлом году прибор впервые применен на строительстве аэродрома в РФ качественные и долговечные элементы инженерного обустройства это неотъемлемая часть современных автомагистралей у нас имеется целый модельный ряд оборудования для устройства монолитных цементно-бетонных профилей различных размеров и конфигураций бордюров водоотводных лотков кветов ограждений и так далее все это успешно применяется и в нашей стране монолитные парапеты разделительные барьеры построенные по данной технологии обеспечивают максимальную удерживающую способность в сравнении с другими типами ограждений как то сборное или металлическое таким образом решается проблема безопасности не говоря уже об отсутствии необходимости ремонта монолитных цементно-бетонных ограждений на российских объектах эта технология и техника прекрасно себя зарекомендовали те же самые модели оборудованные другой сменной технологической оснасткой способны устраивать горизонтальные профили разного назначения существуют ресурсы которые можно изучить чтобы обеспечить качественную работу на каждом этапе реализации проекта по устройству цементно-бетонного покрытия своевременная и качественная нарезка швов с использованием современного оборудования исключительно важна для долговечности жестких покрытий подводя итоги отмечу в большинстве стран с развитой сетью дорог на практике доказаны преимущества цементно-бетонных покрытий это подтверждают данные анализа стоимости жизненного цикла на основании которых и отдается предпочтение цементно-бетону как самому долговечному материалу в дорожном строительстве при этом обеспечивающему и непревзойденные качества благодарю если есть вопросы пожалуйста давайте поаплодируем за интересный доклад по современным технологиям пожалуйста есть ли вопросы новосибирск автодор нет вопросов по укладке дюбелей в швах сжатия вопросов особо нет сколько стоит перегружатель цементно-бетонной смеси гамака на сегодняшний день на сегодняшний день я рад что нет вопросов по технологии качеству по стоимости наш дилер компания квинт-мади будет готова вам предоставить стоимость обсудив предварительно с вами технические детали спасибо так есть ли еще вопросы значит мы продолжаем наш круглый стол я хотел бы сказать что по программе у нас опыт строительства цементно-бетонных покрытий в условиях Сибири должны были делать доклад представители новосибирска автодора но они заявили что лучше они покажут эту технологию поэтому после нашего с вами круглого стола новосибирск автодор организует экскурсию на соответствующие объект с тем чтобы показать технологию как они на практике применяют строительство как раз бетонной технологии при строительстве как аэродромов так и автомобильных дорог мы воспользуемся этой возможностью и наконец завершающий доклад сегодня нашего круглого стола это связанный с вопросами эффективности герметизирующих материалов и гидрофобизации бетона ну известно что срок службы во многом цементобетонных покрытий зависит от того как качественно выполнены деформационные швы каков герметик применяется от этого во многом зависит в общем-то срок службы цементобетонных покрытий и второе за последнее время конечно применяются различные виды гидрофобизирующих составов которые с одной стороны предотвращают проникание вот как раз противогололедных реагентов соляных рассолов в поверхностный слой бетона то есть продлевает опять же срок службы поверхностного слоя бетона который подвержен шелушению ну и конечно если уже пошло шелушение то предотвратить дальнейшее разрушение цементобетонного покрытия поэтому разрешите предоставить слово Гладкову Сергею Александровичу генеральному директору компании САЗИ пожалуйста спасибо да я генеральный директор компании САЗИ наша компания работает с 94 года и все это время занимается производством герметизирующих и гидрофобизирующих в первую очередь герметизирующих материалов для всех отраслей промышленности экономики страны от баяно-промышленного комплекса до частного сектора в том числе конечно очень много мы поставляем для строительства и в последние годы все больше и больше для вашей отрасли и с конца 90-х годов мы занимаемся разработкой производства кремно-органических гидрофобизаторов которые тоже поставляются туда смотрите я назвал свой доклад несколько иначе мы уже много прилично поставляем вашу отрасль референс листом составляет сотни точек поставок и мы к сожалению вынуждены констатировать что есть с чем работать в технологии применения в выборе материала очень много неточностей ошибок но это понятно это во всех отраслях то же самое даже поверьте мне в военных заводах куда нам вход воспрещен там такое вытворяют с герметиками что либо это нам так кажется понятно что как бы как производители герметиков с таким стажем и мы передовое самое передовое предприятие в России мы конечно лучше всех знаем как герметизировать ну это наша профессия как вы знаете как строить дороги так что разрешите я вам покажу как бы некоторые ошибки потому что мы и пришли в ассоциацию бетонных дорог мы вступили совсем недавно мы еще молодые зеленые здесь члены ассоциации именно для того чтобы поработать внутри ассоциации как бы отработать методы применения материалов особенных герметиков и отработать набор технических показателей для выбора материалов особенно гидрофобизаторов вот тут вот такое различие в общем я начинаю итак герметизация и я говорю об ошибках смотрите вот лист проектной документации и вот шов на шве трещина шов выполнен по проектной документации почему трещина герметик применен качественный это не наш герметик трещина потому что в проекте размер шва заложен при 20 мм ширине шва толщина шва заложена 30 мм уважаемые коллеги не работает герметик так он ведет себя как твердое тело вот смотрите это метод конечных элементов оценка проверка опасной точки слева шов 10 толщиной 10 мм шириной 20 мм справа шириной 20 мм толщиной 30 мм как в этом проекте смотрите напряжение в угловой точке в угловой точке шва в месте контакта со стеной в полтора раза больше. Опасная точка в 30 мм шве в полтора раза более напряжена, чем опасная точка в 10 мм. Именно здесь, как вы видели на том предыдущем рисунке, и лопнул шов около основания. Следующая. Другая крайность. Толщина слоя герметика меньше 3 мм. Все герметики, это материалы, это эластичные среды, это не пленкообразующие. Это не краска. И эластичные среды, им нужна толщина, чтобы набрать полимерную решетку, образовать все нужные связи и быть эластичными и прочными. В данном случае этого не произошло, и он просто разлетелся в дребезги в самой середине, где наиболее тонкая часть. В наших рекомендациях это наш герметик. В наших рекомендациях недопустимо применение такой толщины. То есть это норма, которая и в ТУ написана, и в рекомендациях. Везде, всюду пишется. Это просто узнать и все. Слишком широкий стык. Ну, конструкцию вы понимаете, что это такое. Нарезали шов, шов почему-то, стык разрезали шириной 50-60 мм, заложили туда герметик, герметик вырвало колесами. Не будет герметик держать, слишком большое сцепление проезжающего колеса со слоем герметика и слишком малый адгезионный контакт со стенкой шва. Его банально вырвало, герметик был прочный, качественный, это наш герметик, это Казахстан. Прочный, качественный, но как бы слишком широкий, ошибка. На Дмитровке, ну это у нас в Москве, подпорная стена, это наш герметик, он лопнул, но здесь такая история. Вот это вот оценка деформации при разной ширине панели. Смотрите, панель 5 метров и 14,5 метров. Здесь еще разная лето, зима, осень, это так написали, потому что там такая история. При закладке герметика в разное время года реализуются разные схемы напряженного деформированного состояния герметика. И самая жесткая работа герметика это лето, когда летом герметик вносится, потому что в это время стык самый узкий и дальше он будет только расширяться, герметик будет растягиваться, а потом опять сжиматься. И самое выгодное время это осенью весна. Но зимой хуже, потому что там сплошное сжатие, но симметричный цикл развивается по понятным причинам осень-весна и вполне себе при 5-метровой панели все в порядке. Но при 14-метровой панели при обработке летом получается 120% деформации. Уважаемые коллеги, таких герметиков нет. 120% деформации статистической, ну нет герметиков, они все разлетятся. Я не знаю, почему там 14,5 метров панель, это ваши дела. Может правда так надо, может нарезать забыли, бог его знает. Но если это так, нам с вами нужно говорить о том, что если у вас такие швы есть, если есть такая работа, нам нужно делать специальный герметик. Таких герметиков промышленность не делает, ни российская, я думаю, и мировая. Там американцы что-то делают, но все, американцы не с нами. Мы можем, мы можем сделать, мы можем, но это поработать надо. Следующее. Это закладка, ну непрерывно, как я понимаю, литье от этой осевой линии. И для образования стыка закладывают пеноплекс, пенополистирол. А потом его сверху срезают и туда упаковывают герметик. Смотрите, вот здесь срезано ножом, ну как бы стык узкий, и ножом срезают наискось, и никак иначе срезать нельзя. Срезают, ну может быть можно, но вот это вот стабильная картина, одна и та же. Рабочий режет ножом наискось. А после этого закладывают герметик, и слой герметика получается трапециедальный. И вот оно напряженно-деформированное состояние. Вот это вот голубая и синяя, это собственно герметик на схеме. А сверху черный это фон. Вот смотрите, вот она трапеция, которая образовалась в том шве, который я показал. И посмотрите, что происходит с угловой точкой. Опасная точка это тупой угол трапеции. В опасной точке проверяли расчетов на 20% деформация. Я не знаю, почему у нашего математика не получилось. На шве, где трапеция 30-10 в основании, вот нижняя строка, смотрите, расчетная машинка не дала рассчитать 20%. Остановилась на 13%. Но при 13% это вот первый раздел в углу, и вторая, это деформация. Смотрите, при деформации на 90-мм шве 49%, здесь 97%, в два раза больше. Не будет герметик держать, шов лопнет. Это нереально. Все стандартные герметики, в нашем том числе, держать не будут. Вот это ошибка. Следующее. Вот это вот, если там геометрия, и там можно что-то там, ну, просто как бы пояснить, там, ну, внести изменения какие-то, и все. Вот здесь проблема серьезная. Используемый пеноплекс, ну, и пенополистирол, это родственные материалы, для того, чтобы создать стык будущий при заливке, оставляют на поверхности стыка след свой. Когда ваши коллеги, ну, вы убираете верхний слой пенополистирола, чтобы потом туда заложить герметик, на поверхности остается материал, и его нельзя отмыть. Вот с этой проблемой мы бились везде, мы искали, почему наш герметик вылетает. И выяснили, это пенополистирол. Отмывали его, чем попало, вот с вашими коллегами на объектах, мои товарищи, ну, все применяли. Не отмывается. И сейчас одна из серьезных передовых, ну, из ваших компаний в Москве, я ее не буду, но я знаю, кто это, ну, как бы по понятным причинам. Что делают? Они расфрезеровывают стены, стенки болгаркой. Другого пути нет. После этого все в порядке, все держится. Этот вопрос надо решать каким-то иным образом. Я думаю, что нужно иначе подойти к технологии образования зазора. Наверное, поверху нужно пустить какой-то другой материал. Я даже не знаю, какой. Мои материаловеды в лоб не взяли задачу. Но мне кажется, нужно вместе с вами поработать, потому что там еще технологические особенности. А как это вообще поставить, чтобы это было опалубкой? И, ну, мы там не специалисты в опалубке. Но мы говорим, смотрите, не будет работать герметик. Никакой. Однозначно. Герметизация банкеток внутри тоннеля. Это наши герметики, ошибка в применении. Этот тоннель там очень, ну, как бы так скажу, грязно. Там весь выхлоп, все летит на стены. И герметик, ну, товарищи вот, будто вы использовали, наш герметик, ну, там, не отработал, он разрушился. У нас возник спор, мы договорились, что мы, ну, мы говорим неверный выбор, ну, понятно, как это бывает, да, там, кто-то же должен за это заплатить. Мы провели работу на этих банкетках, и вот результаты. Мы сами своими руками сделали, поставили правильные герметики, год отработали, они стоят как новые. У нас есть, то есть, вот тут, ну, неосведомленность о нашей, ну, о нашей или о других производителях, неважно. Неосведомленность о том, какие бывают герметики, для чего применяются. И мы, и мы, и мы, смотрите, его завершение про герметизацию. Это незавершенный перечень замеченных неточностей, ошибок. Я говорю, давайте, давайте организуем работу с этим, ну, как с ассоциацией, так, может быть, и с Росавтодором вообще, потому что, ну, все больше и больше применяется, мы все больше и больше ездим. Давайте наведем порядок, давайте отработаем технологию, сделаем, сделаем стандарт, и на этом все закончится, все будет спокойно применяться. Это герметики, ошибки в применении. Гидрофобизаторы. Здесь, ну, применять их, там есть технологии применения, мы вот обсуждали с вашими коллегами, они бывают разные, мы выезжали на объекты уже, уже начали говорить о том, как и что. При этом гидрофобизаторы применяются. И здесь, в Новосибирске, они применялись на Северном обходе. Они применяются в Казахстане у нас сейчас, ну, вот что я сразу помню, да. Очень, достаточно много применяются в Белоруссии, где я сам этим занимался. Нормальная работа идет, там разные способы механизации применения, то есть здесь, здесь как бы все это вот решается. Это, это, это несложно. Сложно здесь другое, выбрать гидрофобизатор. Потому что тут такое дело, как бы, как бы гидрофобизаторы бывают разные. Вообще гидрофобизаторы бывают только кремния органические, все остальное от лукавого. Но кремния органические тоже бывают разные, для ваших бетонов одни, для простых бетонов другие, они дешевле, там, ну, так далее. И, кроме того, я заметил такую историю. В связи с тем, что вы используете слово гидрофобизатор как обозначение материала для придания гидрофобизаторной водонепроницаемости, вот так, поверхностного слоя, те люди, которые увидели это, называть стали свои материалы гидрофобизаторами и предъявлять вам. Я не скажу, кто это делает, но, ну, в общем, это делают. Что они называют гидрофобизаторами? Кальматирующие и проникающие материалы. Хорошие материалы, особенно проникающие. Я сам там 15 лет занимался пенетроном. Ну, это вот, вы, может быть, знаете, это один из лучших материалов, это американский материал. С моим участием был поставлен в завод в Екатеринбурге, и это очень хороший материал. Но он не гидрофобизатор. И в чем тут разница? Вот эти капельки, это художественный портрет работы гидрофобизатора, он не имеет отношения к качеству работы. Качество работы определяется иначе. Гидрофобизатор работает таким образом. На поверхность бетона наносится собственный раствор гидрофобизатора в воде или в растворителе. Вот так кремния органика. Ее там совсем немного, 10-15% в составе. И он проникает внутрь, смачивая поверхность. После его высыхания полимерная пленка образуется на краях капилляра. И эта пленка водоотталкивающая, не смачиваемая. Поэтому следует, когда капля воды попадает, она просто не проникает. Пленка очень тонкая, 25 сотых микрометра по нашим оценкам. Она абсолютно мала по сравнению с диаметром капилляра, с средним размером капилляра. Получается гидрофобный материал. Вот это иллюстрация того, мы изучали, это я изучал, действия гидрофобизаторов и проникающих материалов. Слева обычный бетон, скол бетона при увеличении в 5000 раз. Справа гидрофобизированный бетон. Смотрите, слева скол бетона, сколько его не увеличивает, это будет как фрактальная поверхность. Все время будут какие-то тонкие элементы. А справа, смотрите, на поверхности, ну, раскололи, и там вот на тех поверхностях, которые не поверхность скола, а между ними, то есть это поверхности поры капилляров, пленка, вот это она и есть. Туда проникла и очень тонкая, закрыла всю поверхность. Вот эта поверхность не смачивается водой. Это проверить невозможно на этом участке, она слишком маленькая, в 5000 раз увеличена. Вот так работает гидрофобизатор, крем неорганический. А вот так работает проникающий материал. Проникающий материал, это там, ну, тоже, как бы, это обычно затворенная смесь. Сейчас, правда, стали делать жидкие материалы. Суть в том, что там есть химически активный элемент, который при внесении в капилляры бетона реагирует с гидроксидом кальция, который в избытке в бетоне. Образуя кристаллы разной формы. Ну, пенетрон, вот это вот фотография того, как работает пенетрон, тоже микрофотография и иллюстрированный под художественный образ. Вот на стенках сбоку видно реальные кристаллы, а слева в углу, от меня слева, от вас, от нас всех слева в углу, это рисунок. Вот смотрите, эти вот иголочки, которые вырастают, они рассекают капилляр на мелкие части, и для продавливания воды сквозь теперь уже много маленьких капилляров требуется большее давление воды. Растет водонепроницаемость, растет там, намного, там, до 10-20 атмосфер, ступеней. Ну, то есть, да, это очень хорошие материалы. Но смотрите, что здесь, какая особенность. Если вспомнить гидрофобизаторы, вода не проникает ни на какой миллиметр в поверхность, потому что поверхность ее не принимает до определенного давления. На нашей гидрофобизаторе, при обработке нашими гидрофобизаторами обычных бетонов, это 120 миллиметров водяного столба. Вот после 120 начинает продавливать внутрь. Но 120 миллиметров, это значит, лужа должна быть у вас на дороге 120 миллиметров. Думы не бывает. Таким образом, не проникает вода. А здесь вода в край поверхности, в край материала проникает, при поверхностный слой проникает, а дальше мороз и разрушение. Здесь, смотрите, вот то внизу, это кирпичная стена, когда она разрушается из-за потери, из-за того, что вода проникает в край кирпича, в поверхностный слой, и там замораживается, и постепенно выбивает поверхность. А сверху то, что вот у вас шелушение бетона. Недавно мы были на одном из объектов, где мне говорили, ну, ваши коллеги, что, скорее всего, это из-за того, что пескоструйная обработка идет из-под колес машин. Нет, нет, это вот они, одинаковые схемы. Я уверен, что это морозостойкость. Понижена морозостойкость поверхностного слоя. И обратите внимание, я обратил внимание на то, что для меня это было неожиданно. То есть я как-то вот до поезда к вам, последние, ну, вот мы вступили в ассоциацию, стали смотреть, ясно тоже смотреть. Я как-то об этом не думал. А вас, ваши осевые, допустим, изделия, они не потеряют, они никогда не потеряют прочность. Они слишком хорошие, но они теряют поверхность. И вас это беспокоит. И вопрос о том, защищает ли проникающий материал поверхность и защищает ли гидроформизатор поверхность, это вопрос, ну, гидроформизатор, понятно, по проникающему надо смотреть. Но вот она разница в выборе. И вот проблема выбора, это проблема, ну, получается, регулярных ошибок. Мы их наблюдаем. И дальше, вот смотрите, это сравнение набора технических показателей гидроформизирующих материалов и гидроформизирующих материалов, когда производитель кальматирующего материала не вводит в заблуждение о том, что он кальматирующий. Они не совпадают. Эти два материала нельзя сравнить. Я не знаю, как выбрать, вот на основании документов производителя, я не знаю, как вы можете выбрать, что вам надо. Тут ничего не поймешь. Не для вас это сделано. А вот это другое. Это гидроформизаторы дорожные и общестроительные. То есть вот у нас есть материалы для вас дорожные. Мы специально это делали, начали это в Белоруссии делать и специально отделили. Взяли один и тот же качественный гидроформизатор и переназвали его для дорог. И больше никогда не используем прежнее название. Потому что пошли постепенно, ну, эволюция материала. Мы замечаем какие-то недостатки, вы что-то заработаете с вами. А там с другими. И эти материалы начинают расходиться, знаете, как две видовые линии. И вот у нас есть и дорожные, и общестроительные. Если посмотреть на гидроформизатор общестроительный и не учесть, что он общестроительный и проверяется на пористых бетонах, то он гораздо лучше. А он не проникает в ваши бетоны совсем ни разу, никак. У вас минута. А у меня точка. Все, дальше нет слайда. Итак, мое вновь предложение. Товарищи, давайте позанимаемся вот этими двумя пунктами. Поучимся выбирать гидроформизаторы и применять герметики. Мы готовы, мы готовы в этом участвовать. И последнее. Смотрите, мы так опасались, что на нас не хватит времени, мы последние же. И мы подготовили вариант, по которому мы эту же презентацию докладываем в автобусе. Поэтому у нас 15 вот таких вот книжек. Они у Лены. Если кому надо, милости просим. Спасибо. Изучите уже непосредственно при экскурсии соответствующие гидроформизаторы. Так, пожалуйста, вопросы, уважаемые коллеги. Сергей Александрович. Все понятно, да? Виктор Васильевич. Нет, есть вопросы. Да, вижу. Есть вопросы. Показывали на своих слайдах мост через реку Камышенко. Вот к нему хотелось бы там вернуться. Вернуться хотите? Да, может быть даже так. Ну, хорошо. Там мы хотели отметить о том, что на швах не наш проект. Сразу скажу, что это проект чужой. Мы хотели бы немножко в защиту сказать проектировщику. Нет, я же не обвиняю. Что вы? По поводу герметика. Указывайте на том, что при толщине шва 60 мм держаться не будет. Понятно. Но есть требования по самим деформационным швам. Этот шов предусмотрен. Для чего он? В нормативах прописано, что на подходах к мостовым сооружениям они должны быть обязаны. Причем делаются они шагом через 20 метров в количестве трех штук на подходах до и после. И должны быть однозначны. Это в ГОСТах прописано не только на проектировании, но также и по производству работ должен быть 60 мм. Соответственно, прорабатывать желателям, конечно, тогда производителям тоже тогда находить подходы такие, чтобы потом в эти швы эти герметики не вылазили. Да, спасибо. Смотрите. Да, есть широкие швы, разрезы широкие. Да, у мостов, да, это известно. Но в этом случае нельзя применять только герметик. Там более сложная конструкция, которая называется девшвы и состоят из пластин, пружин, там много всего. И герметик там тоже есть. Нельзя здесь экономить, разлетиться в дребезги. Норм еще нет. А? Еще пока нету конструктивной нормы. Есть. Так, ну я попробую найти. Давайте мы с вами обменяемся. Потому что мы работали в таких системах, в девшвах. Коллеги, да, вы говорите немножко разных материалов. Здесь по правилам у нас швы расширения на подходе к мосту. Вы говорите про девшвов на самом мосте. Это совершенно разные. Здесь могу дать комментарий по поводу ФРГ. Ушли от 60 сантиметров до 3 сантиметров. Их достаточно для работы на подходе к мосту. И, соответственно, 3 сантиметра. Нет, у меня будет полтора ширина. Нормально. Так, уважаемые швы, коллеги. Швы расширения на подходе к мосту. ФРГ сделает... В рабочем порядке. Поработаем над новостной базой. Пожалуйста, встретитесь, обменяйтесь адресами. И, я думаю, плодотворно поработать. Так, еще, пожалуйста, вопрос. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, еще раз. Вот подскажите по поводу гидрофабизаторов. Вы сказали, что они создают очень тонкие пленки на поверхности. За счет чего вода не смачивает поверхность. А не проверяли, как это влияет на сцепление? Да. По гидрофабизаторам для дорог. Да, у нас есть в технических условиях... Про потери сцепления. Я не помню. Сейчас, дайте, дойду сюда. Да, у нас в технических условиях есть показатель потери сцепления до 10%. А у вас в ваших ГОСТах недопустимо использование, если больше 10% потери. У нас нормируется сцепление колеса с дорогой, да, и там есть относительный показатель 0,3. Вот если покрытие было там 0,35, да, сцепление, и применив гидрофабизатор, оно снизилось до 0,29, то все. Получается, мы нарушим требования. Вот это тот самый случай, именно вот об этом я и говорю. Не отработаны технические показатели между производителями и потребителями. Это надо делать. Мы проверяем, но, может быть, мы ошибаемся. Ну, в данном случае гидрофабизатор в бетоне, вот сколько мы работали, допустим, да, то есть, действительно, кремния органические гидрофабизаторы, они не снижают ни в коей мере сцепные качества и фактически остаются прежде. Когда мы говорим о пропитке асфальтобетонных покрытий, типа Дарсан, да, то там ясно, что там действительно идёт процесс снижения коэффициента сцепления, и допустимые нормы, они, безусловно, есть. Виктор Васильевич, я быстро прокомментирую два вопроса. Первое, сцепление на качестве цементра бетона зависит от раскрытия поверхности, то есть от того, как мы сделаем поверхностную обработку. И эта тонкая плёнка уже, ну, почти ни на что не влияет. Это либо ваш бетон, который я показывал, я и был в ролике, да, Максима Борисовича, компании «Возрождение», либо это, как в аэропортах мы сегодня увидим, это щиткование, как это называется, или расчёска, как её называют. То есть там именно сцепление от этого зависит от глубины раскрытия поверхности. А по поводу пенополистирола, да, это вообще нужно как-то запрещать на дистанционном уровне. Его применяют от того, что у нас сегодня нет материалов. То есть это либо доска раньше была, да, деревянная. Тоже оставляет смазку, мы пробуем. Либо пенополистирол. Пенополистирол я в Казахстане с этим столкнулся, с ашвами расширения. Он не работает, это неупругий материал, то есть он сжимается и не так, и не возвращается. То есть он очень быстро накапливает остаточную деформацию. Есть материал, который ещё в России пока не применяется. Это пенополиэтилен, НПЭ, ППЭ. Специальные маты, которые можно и в девшмах при фундаментах пристреливаются, они на дюбеля, и потом вы спокойно работаете, забыли про них. То есть он там стоит, как опалубка, да. И то же самое в рабочих швах цевент-ветанового покрытия. Спасибо, Сергей Александрович. Ну вот, Сергей Валерьевич, мы с вами, помните, когда рассматривали тематику, да, то есть чрезвычайно важно тоже рассмотреть вопросы применения гидрофобизаторов, правила их использования, и требуется нам нормативный документ. Помните тогда заявка была? Не помню, от какой организации сейчас уже. Но мы как раз с вами говорили, что на форуме в Новосибирске мы как раз обсудим эти вопросы. Так, уважаемые коллеги, какие еще вопросы? Пожалуйста, кому? Это по гидрофобизации или в целом? В целом, ассоциации, я думаю, что бетонных дорог. Тоже предложение такое. Новосибирск-автодор просто он тоже показывал опыт, который они получили на автомобиле и дорогах, которые здесь строятся, цементно-бетонные покрытия, и опыт тот, который у них сейчас предусматривается в данный момент, это строительство аэродрома Томачево. К примеру, по швам. Швам, конечно, важны и сами герметики, и их работа, но в то же время есть такой нюанс, тоже показали пример на аэродроме. Делается контовка специальный шов, он расширяется для того, чтобы потом, впоследствии, при эксплуатации, при нагрузках, которые у нас идут, и шипованных резинок, не получать вот этот эффект. Когда покрытие хорошее в целом, а швы начинают сыпаться, эти уголок как раз, который по 90 градусов, который самый излом. Вот почему, да, вот эту фаску срезать, и почему вот спросил подрядчиков, говорят, о цементно-бетончиков, которые для аэродромов, этот уже в нормах, уже прямо прописано. Вышел ГОСТ в 21-м году, про который вы говорили. Желательно, конечно, туда бы эти тоже моменты подобавить. Согласен. Это очень было бы полезно. Спасибо. Хотя мы представили в этом ГОСТе конструкции швов, в общем-то, современные, но про фаску мы как раз, извините, под 45 градусов не срезаем. Так, уважаемые коллеги, у нас, в принципе, доклады закончены. Кто хотел бы выступить еще? Еще? Да, пожалуйста. Есть у нас еще 10 минут, мы будем подводить сейчас итоги в целом нашего круглого стола. Здравствуйте, меня зовут Тарас Евгений, представляю металлургическую компанию Евраз. Сегодня вкратце в докладах Пономарева Алексея вставал вопрос, касаемо армирования цементно-бетонного покрытия. Поднимался вопрос о непрерывном армировании, да, и армировании в швах и сжатии. Хотелось бы узнать, нормативно как бы рекламентируется, ну, обязательное армирование, именно, ну, непрерывное армирование или только в швах? Значит, в настоящий момент нужно сказать, что у нас в России распространено метод строительства без армирования, имеется в виду самого массива бетонных плит. Но обязательно, я уже сказал, в ГОСТе прописано устройство армирования как в продольных, так и поперечных деформационных швах, в обязательном порядке, для повышения качества. Что касается непрерывно армированного цементно-бетонных покрытий, известная технология, в Америке ее активно применяют, конечно, стоимость в связи с высокой стоимостью металла, ну, значительно, чем обычная. Ну, сроки службы, я уже сказал, 50 лет закладывают строительство, они бесшовные, как говорится, переходят в основание эти непрерывные цементно-бетонные покрытия, и сверху укладывают тонкие слои комфортности, слои износа, которые позволяют более 50 лет. Ну, то есть, это уже такой... До 80 и более опыт Великобритании и США, именно непрерывное армирование. Это, естественно, ограниченное применение. Дойдем мы до таких покрытий. Давайте начнем строить в более широком масштабе цементно-бетонное покрытие, которое нам сегодня рекламентировано. И, конечно, в перспективе у нас, в общем-то, мы строили в 76-м году на Алтуфьевском шоссе и профсоюзной улице в городе Москве были заложены экспериментальные участки. В Улан-Удэ на перроне тоже было непрерывно армировано покрытие. Прекрасные результаты были. До сих пор, вот, 76-го года, в качестве оснований на Алтуфьевском шоссе и профсоюзной улице, вот как раз стоят, сколько лет прошло уже, фактически 40 с лишним, работает хорошо этот тип оснований бетона. Так, уважаемые коллеги, кто хотел бы еще? Ну, в завершении, Сергей Валерьевич, не будете подводить какие-то итоги на нашего круглого стола? Или все, достаточно? Да, пожалуйста. Да, ну я что хотел бы сказать, что... Вопросы тут, да? Я не вижу, да, к сожалению. Раз, раз. У меня столько не вопросов по теме нашей секции, а общего плана. Я не знаю, конечно, может, как-то в решениях общих конференций, на мой взгляд, должна прозвучать такой посыл, что без кадров-то не будет ничего. При современном качестве подготовки специалистов молодых, просто у меня внучка сейчас пошла по моим стопам, я вижу, что без практики не будет ничего. А ребята сейчас, я исходя из того, какую информацию от нее получаю, просто вместо практики идут, покупают бумажку, что они прошли практику. Понятно. Спасибо за вопрос. Как раз вчера Федеральное дорожное агентство посвящало вопросам качества строительства дорог. И одной из важнейших вопросов обсуждались качество подготовки специалистов для дорожной отрасли. Вот как раз вчера во главе с руководителем Федерального дорожного агентства Новиковым Романом Витальевичем вполне серьезно в присутствии двух ректоров МАДИ и СИБАДИ как раз рассматривался вопрос повышения качества подготовки для дорожной отрасли. И намечены были целый ряд практических мероприятий. Спасибо за вопрос. Ну а мы, подводя итоги, хотелось бы отметить, что сегодняшний круглый стол показал о том, что да, сегодня цементобетонные покрытия, основания и более широкое применение минеральных вяжущих должны найти свое место при строительстве, реконструкции, ремонте автомобильных дорог. Это позволит нам в значительной степени повысить несущую способность дорожных одежд, продлить сроки службы. А самое главное, если мы не будем закладывать в проектах и не применять эти виды современных конструкций дорожных одежд, то у нас никогда не будет долговечных дорог. Поэтому правильно вчера на конференции было сказано, нельзя подстраиваться под подрядчиков. Что значит подрядчик не может? Надо приглашать тех подрядчиков, которые могут строить и качественно эти дороги. Если, поверьте, в проекте будет заложен и экономически обоснованное цементобетонное покрытие, то будет объявлен соответствующий конкурс и придут, поверьте, белорусы ждут. Они построили более двух тысяч километров бетонных дорог. У них все дороги сейчас не рассматриваются в асфальтобетоне, рассматриваются только в цементобетоне. Построен обход Минска. На сегодняшний день, вот прислали фотографии, строят обход Могилева, только в цементобетонном покрытии. Освоили они активно эту технологию. У нас богатая страна, выделяется значительное средство, и мы строим те дороги, которые ремонтируют через 5-7 лет. Это не гоже. Надо применять современные конструкции технологий, в том числе и с применением цементобетона. Поэтому соответствующее решение, я думаю, нашего круглого стола мы подготовим, те предложения, которые были. И, соответственно, я думаю, в Росавтодор мы направим. Безусловно, без развития нормативной базы нельзя развивать этот вид покрытий. Без включения в проекты нельзя. Сравнение вариантов конструкции дорожных одежек. У нас до сих пор с вами нет нормативных документов, которые бы предполагали, каким образом выполнять сравнение вариантов конструкции дорожных одежек. Это понятно. Это понятно, что в данном случае необходимы нормативы. На сегодняшний день мы выбираем конструкции дорожных одежек, вот как показывает госкомпания Автодор, выбирали, по минимальной стоимости. Но это не факт, что затем затраты на ремонт, последующие содержания, они в разы будут превысить той экономии, которую мы получили, выбирая эти конструкции дорожных одежек. Поэтому и здесь методически нам нужны соответствующие документы. Беусловно, сегодня мы говорили о щелочной реакции бетона. Беусловно, нормативный документ нужен. По гидрофобизации нужен бетон. По ремонту и содержанию, правильно говорили, необходим документ нас как по зимнему содержанию, так и в целом восстановить. Мы разработали последний документ в 2013 году на ремонт и содержание дорог. Прошло уже, представляете, 9 лет. То есть появились новые материалы, новые технологии, надо обновлять. И вот Сергей Валерьевич сказал, что будет объявлен конкурс и на проектирование жестких дорожных одежек. Потому что те документы, которые сегодня существуют, они не соответствуют современным требованиям. Так что работы в этом направлении достаточно много. И, в общем, сообществом, кто поддерживает именно идею создания качественных и безопасных дорог, надо объединяться и как раз внедрять эти виды покрытий, оснований. Активно заниматься и укреплением грунтов, укреплением оснований минеральными и комплексными вяжущими. И это позволит нам создать качественные, долговечные, безопасные дороги. Так что спасибо всем за участие. Всего вам доброго. И до новых встреч. Я думаю, теперь форум Новосибирский, Сибирский транспортный форум будет уже традиционный. Ничто нам не помешает на следующий год опять встретиться и подвести определенные итоги. Что прошло за этот год, какие положительные сдвиги и проехать по восточному нашему обходу города Новосибирска. Спасибо всем за участие. Спасибо.